Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года, вторник По одному из старинных, 18-й день месяца в Юг и Стужа, 7525 лета, Седемица И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Что такое эпилепсия и как лечиться Автор-соведущий Захар Белинский, Ари Рат Я приветствую тебя, Захар Давненько мы не встречались в живом эфире Как твои дела, как здоровье и о чём пойдёт у нас сегодня беседа? Здравия, народ! Взаимно рад всех слышать, видеть Речь пойдёт сегодня об эпилепсии Многие считают, ну вообще в официальной медицине эпилепсия считается заболеванием В сегодняшнем эфире я хотел бы предложить свою точку зрения на этот вопрос Я считаю, что эпилепсия – это своеобразный защитный механизм нашего организма Для того, чтобы выжить в определённых ситуациях Обстоятельствах Алексей? Ну, скажем так, нестандартный подход Не чисто медицинский Ну да, подход совсем не медицинский, скажем так С точки зрения классической медицины Эпилепсия представляет собой заболевание, проявляющееся приступообразными судорогами Иногда расстройствами сознания В народе эпилепсия называется падущая болезнь или чёрная немочь Ну, падущая болезнь всем понятно А чёрную немочь называли потому, что при судороге При спазме пережимаются кровеносные сосуды, которые расстабжают голову, лицо И человек перебитает такой синий-чёрный цвет лица Поэтому называли чёрная немочь Так вот, подходы к лечению в народе и в официальной медицине эпилепсии были абсолютно различны С точки зрения официальной медицины, вообще вот общеизвестного подхода Причина заболевания, ну, такого заболевания, как эпилепсия Это повышенная наследственная или приобретённая готовность мозга к развитию судорог Началу болезни могут способствовать травмы, инфекции и другие факторы Наиболее частыми признаками эпилепсии это судорожные припадки Они бывают большие, бывают малые Эти припадки могут возникать при испуге, при волнении, при переутомлении, ослаблении организма Иногда, в принципе, без всякой внешней причины Нередко перед судорожными припадками наступает общее состояние недомогания Сопровождающейся головной болью, раздражительностью, другим настроением Бывает так, что припадок возникает сам по себе без каких-то явлений Но при этом примерно в половине случаев эпилептики чувствуют так называемую ауру Что такое аура? Аура – это каковременное острое психическое расстройство Которое длится примерно, не примерно, а от нескольких секунд до нескольких десятков секунд Находясь в этом состоянии, эпилептики могут видеть какие-либо галлюцинации Слышать галлюцинации, они могут получать некоторые тактильные ощущения Видеть тоновение ветра, жара в ладонях, ну и прочее Это может сопровождаться каким-либо расстройством сознания Это может сопровождаться расстройством поведения Они могут топтаться на месте, могут совершать какие-то цикличные движения Поглаживать, похлупывать себя И когда они находятся в этом состоянии, не всякий, в принципе, может определить Что человек находится в преддверии приступа Значит, большой приступ, когда человек падает Теряется сознание, у него сначала судороги, потом тряска начинается Длится примерно от минуты до пяти минут По различным меткам Что делать и как сопровождать человека в ходе этого приступа Мы поговорим в ходе передачи Но сейчас в целом я бы хотел сказать о разнице подхода То есть классическая медицина считает, что это болезнь, которая сопровождается вот таким вот приступом И корень этой болезни, собственно говоря, в самом приступе и находится И частично такой же подход отражается и в народной медицине Потому что, наверное, в силу различных причин Не было желания или возможности или необходимости устанавливать причину заболевания А главное было побороть это следствие, приступ И вот все усилия были направлены, все рецепты И поиски лекарств были направлены на устранение тремора, судорог Того, что сопровождается видимой частью заболевания Вот это классический подход В ходе своей практики, в ходе, допустим, практики других специалистов Из моей области, из народной медицины И общаясь между собой, каждый сам по себе Мы пришли к такому мнению, что эпилепсия на самом деле является лишь защитным механизмом Который присутствует в нашем организме Для чего он необходим И вообще, как происходит развитие эпилепсии с точки зрения народной медицины Ну, не буду говорить за всю народную медицину Потому что по большей части, не по большей части, а это мое личное мнение, субъективное Я нигде не встречал подобного Здесь очень тесная взаимосвязь с внутричерепной жидкостью Я понимаю, что существуют целые каноны, трактаты Классической медицины, там все подробно описано Различные виды эпилепсии, приступов Они имеют градацию и так далее Я говорю в целом о концепции Поэтому о каком именно типе эпилепсии я говорю Или о каких типах приступов говорю Здесь, я думаю, что не следует различать Я говорю о концепции подхода в целом Так вот, наши представления связаны о том, что приобретенная эпилепсия Я сейчас пока не говорю о врожденной Приобретенная эпилепсия Она имеет в свои корни нарушение оттока внутричерепной жидкости Ведь внутричерепная жидкость в нашей голове имеет очень большое значение Она служит амортизирующим средством для головного мозга В головной мозг плавает, находится в этой жидкости И если с головой что-то происходит Какие-то травмы, резкие сотрясения То ликвар и внутричерепная жидкость препятствуют тому, чтобы человек получил травму Вернее, чтобы головной мозг получил травму Для этого, собственно говоря, нужен ликвар Он обновляется ежедневно Ежедневно выделяется порядка 150 От 100 до 200 мл внутричерепной жидкости Соответственно, если он обновляется Появляется новый, то старый должен куда-то уходить И он оттекает посредством спинальных каналов В позвоночную столбу, в область таза И там посредством мочевого пузыря усваивается И выводится из организма Вот такая схема нормального функционирования оттока внутричерепной жидкости Так вот, если где-то на пути оттока внутричерепной жидкости возникает преграда То, соответственно, давление внутричерепной жидкости И в спинальных сосудах, и в самой черепной коробке повышается И как только давление внутричерепной жидкости повышается То головной мозг становится подверженным повышенному давлению Он может быть немного сжат Он может быть немного смещен посредством усиления давления А очень часто эпилепсия у пациентов сопровождается еще под вывихом мозга Что такое под вывихом мозга? Я сейчас такими, некоторые могут подумать, какими-то терминами выражаясь Как можно вывихнуть мозг? Ерунда вроде какая-то На самом деле существует такое, как под вывих мозга Это когда головной мозг у черепной коробки расположен не симметрично А более смещен в какую-либо сторону Сразу, не отходя далеко от этой темы Хочу сказать, что как определить Присутствует ли смещение головного мозга Либо он находится симметрично При помощи нашего слуха Я думаю, что все слышали, как звучит спелый арбуз Точно так же звучит голова у человека, который имеет внутричерепную гипертензию То есть повышенное давление внутричерепной жидкости Причем в той стороне, в том полушарии, где давление выше Звук будет более звонкий Где давление ниже, звук будет более глухой Как мы это проверяем? Мы просто прикладываем в свое ухо Какой-либо боковой поверхности черепа Чуть выше виска И начинаем простукивать с другой стороны Если звук звонкий Значит Вернее, не то, что сразу определяем Мы простукиваем с обеих сторон И с той стороны, где звук будет более звонкий То там больше свободного пространства И, соответственно, мозг смещен в другую сторону А с какой стороны будет более глухой Значит, там есть Ближение Так вот Если с одной стороны звонко, с другой глухо Значит, существует подверг Вызваный В том числе Который может быть вызван В том числе и усилением давления внутричерепной жидкости Далее Помимо всего прочего Давление внутричерепной жидкости Создаваемое Оно естественным образом Подталкивает головной мозг Немножко вниз К основанию черепа Там существует Первый позвонок атланта Он Такой Штыреобразный И Если давление будет повышаться Внутричерепной жидкости И головной мозг будет дальше продолжать Опускаться вниз То в конце концов Он может оказаться проткнутым Чемпозвонком Как бы вот так Я банально не звучал Но тем не менее Может получить травму Так вот Чтобы этого не произошло Наш умный организм Запускает такой механизм Который мы Наблюдаем в виде Судор В виде приступа эпилептика Что происходит в этот момент Организму необходимо Снять напряжение Убрать препятствия На пути выхода Ликвора Поэтому он Сначала Использует спазм Как известно Это является одним из принципов И массажных техник И многих других техник Если оказывать Компрессионное воздействие На спазмированный участок То этот спазмированный участок Расслабляется Таким образом Первое действие Которое делает организм Это он напрягается Очень сильно То есть вызывает Гипертонус Возмерного участка А затем переходит В вибрацию Что мы наблюдаем То есть сначала Человек Страдающий Подручей болезнью Он сначала Расслабляется Потом напрягается Потом у него Начинается тремор По всему телу И вот за счет Вот этого каскада Смен состояний Происходит разблокировка Этих каналов Оттока Внутрищерепной жидкости Если кто-то наблюдал Непосредственно Или может быть Со стороны Или может быть На видеозапися Что происходит Что происходит Во время приступа Практически всегда Больной Бьется головой По головой Поверхность На которой он Находится Это делается Тоже неспроста Для того Чтобы Все-таки Наладить отток Жидкостью С черепа И когда Отток Жидкости С черепа Происходит Давление Внутрищерепной жидкости Снижается Происходит Расслабление И мы видим Наблюдаем Когда человек Выходит Из этого Преступообразного Состояния Расслабляется И практически Всегда Надолго Засыпает Когда просыпается Практически Никогда Ничего Не помнит Что с ним Было Но Естественно Он может догадаться Происходящим По своему Неволитворительному Состоянию Возможно Тем ссадинам Которые Будет иметь И Далее Продолжая эту тему Если ее развивать То Обычно Довление Вернее Обычно Препятствие На пути оттока Внутрищерепной жидкости В большинстве Случа Является Область таза Именно там Где Ликвар То есть Случа Черепная жидкость Должна усваиваться И через мочевой пузырь Думаниться Из нашего организма К сожалению В современном мире У многих людей Напряжены Нижние Область Низа живота Присутствует Опущенный кишечник Присутствует Напряжение Мочевого пузыря Если это мужчина То Очень часто Присутствует Простатит Какие-то проблемы С почками Да и у женщин Тоже Мочеполовая Система К сожалению У многих Ненадлежащих Состояний Я могу сказать 98% Людей Низа живота Я могу судить На примере Своих пациентов На примере Своих друзей Я не говорю Что все Склонны Готовы к эпилепсии Нет Но Именно Подобное Состояние Может быть Слегка Гипертрофированное Наблюдается У каждого Эпилептика У каждого Вне зависимости От возраста Будь то Это Малый Ребенок Будь то Это Взрослый Человек У всех Очень напряженный Ниживота И Проблема С затоком Проблема С выводом Внутри Жидкости Кроется Именно там То есть Внутри Жидкости Ставится Преграда На пути Прежде всего Усвоения Потом И Принцип Лечения Принцип Принцип Оздоровления При Эпилепсии В плане Правки Живота Латки Тренних Органов Заключается В Снимание Напряжение В освобождении Области Низа Живота В освобождении Мочеполовой Системы И Когда Там Все Будет Свободно Расслаблено Когда Кишечник Не будет Ничего Сдавливать То Отток Черепложидкости Будет Свободен И Даже У тех Людей У кого Приступ Наносили Регулярный Характер Они Либо Снизятся К минимуму Либо Совсем Удивны И На мой Взгляд Это Является Одной Из Я не Исключаю Тем Что Одной Из Последних Причин Может быть Состояние Головного Мозга Может быть Состояние Нервной Системы Стресс Невротических Фон Все это Одно К одному Но Если Брать Физиологическую Причину На мой Взгляд Нарушение Тока Сущенной Жидкости И Нарушение Ее Вывода Напряжение Области Низа Живота В этом Разница В концепциях В этом Разница В подходе Плюс Моя любимая Моя любимая Процедура Такая Как гипоксия Она Очень хорошо Здесь Помогает Люди Испытывающие Регулярные Приступы От одного До Нескольких Раз В день Несколько Раз В неделю Проводя Даже Сами Себе Гипоксию То есть Делая Себе В легкой Форме Уже Замечают Снижение Количества Приступов А у Некоторых Они Снижаются И Раз В три Месяца Раз В пол Года Среди Пациентов Были Такие Случаи Когда Они Обращались И Приступы Испытывали Два Три Раз В Неделю После Проведенного Сеанса Гипоксии Приступы У них Исчезали На Несколько Месяцев Вот Не Столько Помогает Гипоксия Она Мало Того Что Она Расслабляет Человека Расслабляет Его Ткани Органы Сосуды Помимо Этого Она Оказывает Положительное Влияние На Головной Мозг Она Улучшает Межполушарное Капиллярное Кровоснабжение Она Улучшает Потенциалы Заряда Головного Мозга Выравнивает Энергетику И Кому Назум При помощи Этого Человека Может Убавиться Неприятных Симптомов Последствия И Подводя Итог Этого Небольшого Вступления Насколько Небольшого Вступления Хотел Сказать Опять Акцентировать На разнице Подхода То есть С точки Зрения Общепотребительного Подхода Считается Что Вот эти Приступы Эпилепсии Это и есть Сама проблема Сам корень С моей точки Зрения Я хотел бы Предложить вам Что Приступы Эпилепсии Это наоборот Некая Защитная Реакция Сполагательная Реакция Нашего Организма На Происходящие В нем Извинения Или Тихущее Состояние Алексей Понятно Понятно Ну что ж Будем считать Что небольшое Вступление С твоей стороны Прозвучало Ты дал Представление О том Что с твоей точки Является Причиной Эпилепсии Что Вообще Почему эпилепсия Это защитный Механизм Теперь наверное Можно нам уже Переходить К обсуждению Если ты не против Конечно Давай А давай начнем С того Что у нас Все таки Работает Чат На сайте Народного Славянского Радио Да Сразу Предупрежу На этой неделе Там получились Небольшие проблемки С выкладкой Анонсов Почему Потому что Знаменитый Сервис На котором Хранятся Звуковые Файлы Их достаточно Много Поэтому Никакого Сервера Виртуального Не хватило Для того Чтобы хранить Нам приходится Держать На сервисе Который Позволяет Такие Объемы Сохранять Так вот Запись эфиров Имеется ввиду Анонсов Большие Трех-четырехчасовые Даже шестичасовые Эфиры Поэтому Вынуждены Пробегать К иностранным Инородным И не нашим Сервисам Так вот Один из таких Сервисов К сожалению Какая-то там Проблема у них Случилась И несколько суток Он не отвечает Поэтому мы Просто не можем Выложить анонсы Вовремя Но У нас есть Социальные сети Где эти анонсы Выкладываются Постоянно И анонсы И записи И статьи Озвучены И так далее Поэтому Если вдруг Вы видите Пустую страницу Или какие-то Старые анонсы Не думайте Что Радио Не работает Просто Заглядывайте По ссылкам Социальные сети Задавайте вопросы Если что-то смущает И получите ответ И будете в курсе Того Что происходит Также сейчас В тестовом режиме Идет совещание Видео Через Ютуб канал Нашего Радио Там пока Это все Очень скромненько Пока просто Картинка Из Скайповского Нашего Форума Она очень Простая Поэтому Размытая Ну Все не без камеры Наш Сказитель Главный Выступает Поэтому Не обессудьте Пчелка будет Висеть Вот От его Лица Итак Несмотря на то Что С анонсами На этой неделе Вот такие проблемки Произошли Все равно Сайт работает Это означает Что работает Чат Это означает Что работает Вещание И музыкального Канала И трех Основных Каналов Это означает Что работает Форум Так что Все продолжается А раз работает Чат То в этом случае Тогда мы Переходим к вопросам Которые В чате Появляются И Светлана Нам задает Алексей Я прошу прощения Просто это было Вступление А так я еще Хотел рассказать Какие-то некоторые Интересные факты По поводу Тему нашего эфира Ну я тебя понял Давай тогда Ты уже согласился С вопросом Да я хотя бы Один вопрос задам А дальше уже Мы продолжим Ты продолжишь Вернее А я буду смотреть Что на Давай тогда Может быть на те Что есть вопросы Мы ответим А потом Да Ну вот как сейчас Будем разбираться Итак Вопрос в эфир От Антона Крепкого и доброго здравия Насколько потребление Алкоголя Усиливает Проявление У имеющих Ее И является ли он Причиной для ее Появления Я имею ввиду Не я имею ввиду А Антон Наверное Имеет ввиду Эпилепсию У моего Двоюрного Родовая травма Была И он Бухтит Бухтит Наверное Повсонородник Как бы бухает Да Я не имею права Здесь что-то комментировать Вот я прочел Как это было написано Вот бухтит Что имеется ввиду Ну наверное Можно предположить Вообще Эпилептика Людям Страдающим Эпилептическими Припадками Категорически запрещено Потреблять спиртное Потому что Это стимулирует Проявление Во-первых Это возбуждает Нервную систему А известно Что повышенное Возбудение Возбудимости Нервной системы Он конечно ведет В возникновение Приступов Помимо этого Когда человек Потребляет алкоголь У него идет Нагрузка на почки На максимум Чаполовую систему Естественно Там появляется Напряжение Это одна из Причин О которых я говорил Ранее Категорически Я считаю Что нельзя Никоим образом Людям склонны К проявлению Таким типа Потреблять спиртное Да я вообще Всем устали Здесь наверное Надо отметить Что спиртное Является Таким же наркотиком Как и все Остальные наркотики Где-то какой-то Наркотик Чуть мощнее Какой-то Чуть слабее Где-то он Действует вот так Другой иначе Но это тоже Наркотик Наркотик Который Вызывает привыкание Который разрушает Головной мозг Который разрушает Тело И органы Вашего тела И влияет Не только на потенцию А влияет Вообще На Ваше будущее На ваш род На ваше потомство Поэтому Употребление Алкоголя Как и других Наркотиков Вот единственная Добавка Наверное С моей стороны В данном случае Будет Если конечно Ты не возражаешь Благодарю тебя Спасибо Итак Вопрос В эфир От Владимира Измутин Прежде чем Ответить на этот вопрос Еще одна Реплика По поводу радио Сергей Сын Леонидов Задал вопрос С анонсами ясно Почему эфиры Нет возможности Скачать уже Который день Так я объясняю Что не только анонсы Анонсы Они коротенькие Дело не в анонсах А дело в том Что весь сервис Остановился И несколько дней Он не работает И наша цель Была Использовать сервис Чтобы размещать Большие записи Анонсы Они очень маленькие Там Ну сколько От 10 секунд До минуты Максимум Ну там полторы Может быть Если уж развернутый анонс Записи эфиров Могут длиться 6 часов Поэтому мы Использовали сервер Чтобы не забивать Наш сервер Использовали те сервисы Которые есть в интернете И вот один из таких сервис Сервисов Отказался Не знаю Что там у них случилось Поэтому в первую очередь Нас беспокоит Не то что анонсов нет Анонсы Пожалуйста Вы слушайте Они и вещания тоже звучат Говорится Что в такой-то день В начале каждого часа Производится На следующий день Анонс Воспроизводится А проблема в том Что вы не можете Скачать Именно сами Записи эфиров И статьи Вот в чем проблема Идем дальше От Владимира Изматищ Вопрос Этой зимой Обратил внимание На то Что в мороз Ниже 25 градусов При ходьбе на улице Слышны щелчки Сперва я думал Что это замок молнии На куртке Так стучит Своими деталями Однако Методом И наблюдениями Я исключил И исключение Пришел к выводу Что звук идет Изнутри Словно Из основания черепа Что это может быть Все Можно уже Гроб Заказывать Хочу сразу сказать Владимир Смерти думать Всегда Надо Но не до такой же степени Продолжай Владимир Благодарю за вопрос Вопрос очень интересный Я Над ним размышлял И Доставил удовольствие Такое Значит Я могу предположить Что может быть Это либо Челюстной сустав Каким-то образом Щелкает Может быть Включиться При ходьбе Потому что Во-первых Давай посмотрим На условия Которые Ты описал 25 градусный мороз Достаточно холодно Человек Находясь на таком морозе Он уже Возможно Каким-то образом Изменяет осан Осан Может быть Съеживается немного Может быть Что-то еще И может быть Напрягает Мышцы челюсти Потому что Когда холодно Челюсть Она на морозе И не то что Она стучит От холода Но она может быть Поджата И вот это поджатие Может давать При движении тела Какие-то щелчки Если сустав Допустим Соприкасается С суставом Может возникать Какие-то щелчки Либо В плечевом поясе При движении руками Может ключица Пощелкивать Так чтобы В области основания Черепа Что-то щелкало Ну я думаю Вряд ли Там А вот Челюсть Либо ключица Возможно там Но это мое мнение Конечно Более детально Хорошо было Посмотреть Уже на месте Можно было Сделать заключение Но со слов Могу предположить так Ты так обрисовал Эту ситуацию Я представляю Идет Владимир Измытищ По мытищам Сильный мороз И челюсть Такого Вверх-вниз Вверх-вниз И щелкает 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 Может быть Он сказал Изнутри Может быть Где-то там Вот в районе Позвонков шейных Что-то пощелкивает Может быть Он ходит В шапочке Которую только Ушки прикрывает А шея наружу И там Без шарфика Без высокого воротника И поэтому Там что-то охлаждается Потому что Здесь указание Было на сильный мороз Опять у тебя Микрофонечка В сторону ушел Ну Конечно Я понимаю условия Но Мне все-таки кажется Что может быть Это либо челюстной сустав Либо ключица Вот А так Что там Голова телепатса У него там Постукивать суставы От каждого шага Я не думаю Что Прямо такое же состояние Если бы до такой степени Вот эти вот Шейные позвонки Были в дисфункциональном состоянии Может быть Он уже головой Не мог поворачивать Вот Но так же Не пишет об этом Значит вертит головой По идее Надеюсь Что он еще может Вертеть головой По идее Все не так запущено Ну что ж Идем дальше Идем дальше Вот так весело У нас сегодня Разворачивается эфир Вопрос эфир От Винктора Здравия Ведущему Алексею Исказителю Арираду Мне довелось Самому Оказывать помощь Человеку С приступом эпилепсии Какие действия При этом Наиболее рациональны Ведь действовать Нужно весьма быстро Благодарю за ответ Благодарю за вопрос Винктор Значит Действовать нужно Весьма быстро Сдерживать человека В его движениях Не следует Потому что тем самым Мы можем причинить Его травмы Единственное Хорошо бы сопровождать Человека В его судорогах Обязательно нужно Положить под голову Что-то мягкое Чтобы человек Не причинил травму Затылка Далее Необходимо повернуть Голову в бок Лучше на левый бок Потому что у человека Во время эпилепсии Происходит пена Изо рта Чтобы пена Не пошла В дыхательное горло Поэтому голову На бок Чтобы пена Истекала наружу И далее Обязательно Нужно разжать челюсть Если К примеру Он еще не успел Зажать челюсть Или приступ Только начинается Тогда необходимо Между зубами Вставить Какое-то матерчатое основание Либо Носовой платок Скатанный в трубочку Между зубами Вставляем Чтобы он язык Не прикусил Потому что Очень часто Эпилептики начинают То есть Приступ сопровождается Криком Эпилептически Вот И в момент Эпилептический Крика бывает Что язык высовывается Вперед За пределы нижних За пределы зубов И Следующий спазм Челюсти Сжатие челюсти Может Так получиться Что человек Прикосит до крови Язык Поэтому Чтобы этого не произошло Вставляем туда Какое-то матерчатое основание Или край одежды Или край пальто Или свернутый Носовой платок Если же Мы застали человека Который Уже находится В состоянии приступа То Подкладываем ему Под голову Что-то мягкое Поворачиваем голову Влево Чтобы стекала пена И вставляем Между зубов Какое-то металлическое Основание Обычно это ложка Металлическая ложка Либо что-то такое Не острое Металлическое Но крепкое И при помощи Этой ложки Необходимо Обязательно Разжать зубы Для того Чтобы зафиксировать язык Если язык Не зафиксировать Он может провалиться И человек задохнется Язык Отмекает Во время приступа Гипоксии Человек может Подавиться Собственным языком Поэтому мы фиксируем язык Иногда даже Приходится Бывают такие случаи Когда Случается приступ Вы находитесь Один на один С больным При этом Вам нужно Куда-то отойти Чтобы позвать на помощь Или еще что-то сделать Но оставить человека Вы не можете Тогда Вплоть до таких Экстремальных способов Что булавкой Пристегиваете язык К щеке И тогда уходите Иначе Если этого не сделать Человек просто Задохнется Подается Языком погибнет Вот Ну что дальше делать Можно придерживать Руки и ноги Человека Не жестко фиксировать Но придерживать Придерживать Чтобы человек Не наносил себе Каких-то травм Там увечий Руками Ногами Чтобы не бился Там какие-то предметы Еще что-то Вот Ну и Есть такой способ Как По-быстренькому Остановить Прекратить приступ Это На левый мизинец Руки То есть на левой руке На мизинец Наступаем ногой Достаточно так сильно Прижимаем И Скорость Приступ Прекращается То есть Ну единственная Проблема в чем Что нужно поймать Эту левую руку То есть Кто-то должен вам Помогать Сопровождать И вот Фиксируете Эту левую руку К полу И нажимаете Ногой на Мизинец Надавливаете Через какое-то время Приступ Прекратится Вот Такие есть Особенности У нашего организма Впоследствии Когда приступ Прекратился Очень важно Чтобы не было Каких-то Резких выводов Человека Из этого состояния То есть Когда человек Расслабился Уже после приступа Нужно дать ему Возможность Отдохнуть Не нужно сразу Его куда-то там Кантовать Перетаскивать Поднимать Пусть какое-то время Он находится там Где есть Либо Если это Улица То Очень плавно Очень нежно Очень аккуратно Его куда-нибудь Перенести Ну Наверное Это Основные Такие моменты Пока так Дальше будем Узначать углублять Да Углубим И расширим Как говорил Один известный персонаж Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Здравия Рерат Известно Что на фоне Алкоголизма Может развиться Приступ Неконтролируемой Страшной болезни Мозга Чем Причины Появления Алкогольной Эпилепсии Отличаются От других Разновидностей Причин Этого недуга И какие есть Особенности Алкогольного Эпилептического Припадка Благодарю Олег Благодарю за вопрос С моей точки зрения Особых Отличий Особенного Специального Алкогольного Припадка От других Припадков Я считаю Что их не существует Потому что Задействованы Все равно Бывают Те же самые Механизмы Единственное Что Разница В чем Человек Будучи Под алкогольным Объединением Находится Входя В приступ А в ином Случае Не в алкогольном Объединении И Особенности Просто поведения Во время Приступа Самого Человека Пока В те моменты Когда он Может Себя Контролировать Вот здесь Может быть Разница Вот С этой точки Зрения А так Потом Не совсем Понятно Приступ Неконтролируемой Страшной Болезни Мозга Вот Ну это Такой Достаточно Пространный Термин И Болезнь Мозга Я думаю Что Все таки У Людей Зависимых От Спиртного У них Развивается Не болезнь Мозга А дисфункция Психического Состояния Дисфункция Психики Дисфункция Душевного Состояния Души Вот Мозг Это лишь Носители Этих Субстанций Поэтому Ну возможно Он них Носит Но по крайней Мере Я уверен Что Не в мозгах Дело А дело Вот именно Разложение Души Человека Разложение Души Алкоголика Скажем так Вот Вот так То есть Ты сейчас Переходишь В следующую Стадию Развития Нашего Эфира Это уже Связь Не только С физиологией Но и связь С нечто Более высоким С какими-то Полями Телами Которые Не физические С какой-то Связью Со своей Высшей Сущностью С божественной Сущностью То есть Какие-то Кармические Наработки Саморазрушение Породу И так далее Может быть Здесь Немножечко Свою точку Зрения Разкроешь Ну Алексей Благодарю За Такую Ремарку Я Возможно Не совсем Хорошо Разбираюсь Во всех Этих Дисциплинах Ну Хотя бы Скажи Да Ребята Так оно И есть Выпил Получай По карме Ну Я считаю Что Каждый человек Сам Архитектор Своей судьбы Творец Своего счастья Своего несчастья И Те события Которые происходят В его жизни Приобрел Ли он В ходе этой жизни Алкоголизм Или Приобрел Ли наркоманию Или Приобрел Ли здоровый Образ жизни Это все Зависит Прежде всего От Уровня Развития Самого человека От уровня Его энергетического Баланса Конечно Здесь Большое Значение Имеет Те задатки С которыми Человек Пришел В этот мир С которыми Он воплотился Вот А то С какими задатками Мы воплощаемся Во многом Зависит От Уровня Зрелости Нашей души Поскольку Душа наша Это Вечная Частица Божия Вот И По разным Мнениям Те говорят Что это И Ну В общем Не будем Вглубляться В это Просто Душевный опыт Полученный Душой Из предыдущих Воплощений Он Имеет Конечно Большое Значение Если Душа Допустим Молодая И Ну Как бы так Образно Говоря Душа Молодая Конечно У нее Душевного Прижизненного Опыта Мало И В этом Случае Может Пускаться Возможно Во все тяжкие Для того Чтобы познать Что-то От неведения Или еще чего-то От слабости Вот Душа уже Зрелая Пришедшая Множество Воплощений Там Конечно Уже проще Потому что Бога жизненный Побольше И Сил побольше Опыта побольше Ну Как говорится Если не знать Что такое свет Вернее Тьма Непонятно Что такое свет Возможно Каждый из нас Будучи в каких-то Воплощениях Прошел через многие Может быть Мытроство Может быть Горесть И все остальное Но Я думаю Что Главное Чтобы Выход Был из этого Найден Не остаться В этих состояниях В этих пагубных Состояниях И дальше То есть Возможно Получил опыт Осознал Пошел дальше Вот Если получил Опыт Там тебе понравилось В этом болотце И там остался Начал прозябать Из года в год И уже И жизнью в жизни Из воплощения Воплощения Это конечно Уже нехорошо Вот Может быть Так Я могу ответить Алексей Как-то так Да Благодарю тебя Я наблюдаю Одновременно За чатом Который на сайте Радио И на ютубовском Канале Где тестирование идет Вопросы тоже возникают Делитесь Друзья Вот Написал человек Что очень долго Длятся интервью Более часа Слушать долго И невозможно Лучше делить Там по 30 По 45 минут Вот А то неслушательно Так Дорогой Андрей Дело в том Что Эфир сам длится Да Там бывает И три И даже шесть часов Были марафоны Но Мы стараемся Так же делить Например Часть Которую Раскрывает Сказитель А потом Ответы на вопросы Мы тоже пришли К такому же мнению Что надо делить Бывает Что Там Полностью Весь эфир Посвящен Вопросам И ответам Поэтому Разделить Невозможно Так что По возможности Делим Вот Сегодня Видишь У нас Как получается Сначала Было выступление Потом сразу Вопросы начались Как нам разделить Придется Как-то потом Нам делать музыкальную паузу Через час Может быть И вот Потом делить Благодарю тебя За твою надпись На твои сообщения Итак Продолжаем Про алкоголизм В очередной раз Рассказали Про эту дрянь Вопрос эфир От Данила Здравия Соведущим Арират А есть ли Какое-то Пояснение Кармической природы Эпилепсии У болеющих Этим Людей Благодарю за ответ Вот Слышишь Я не прочитал Этот вопрос До этого Так бы Я бы не стал Тебе задавать Этот вопрос Который от меня Прозвучал А просто-напросто Прочитал Тебя от Данила Вопрос Но вот Уточнение Есть какое-то Или Дальше пойдем Я мог бы уточнить Именно По поводу вопроса От Данила Благодарю за вопрос Здесь Я считаю Что можно Что сказать Существует Такое понятие Как регрессные воплощения Ну как существует То есть В определенных Кругах В определенных Сферах знаний Существует Такое понятие Регрессные воплощения Так вот Также существует Такое высказывание Что если Бог Хочет наказать человека Хотя оно больше Христианском мире Практикуется Но тем не менее Его можно принять во внимание Так вот Если Бог Хочет наказать человека Он лишает его разума Эпилепсия Это все-таки Дисфункция разума Проявляющая Потому что Так или иначе Человек на какой-то Период Становится безумным Он не осознает Не понимает Своих действий И если Эпилептические приступы Припадки прогрессируют То в конце концов Человек не может Вести полноценную жизнь Он не может Оставаться полноценным Членом общества Он не может Оставаться полноценным Членом семьи И по сути Не может владеть Своим разумом Так вот Если с точки зрения Кармы Здесь подходить То можно сказать Что возможно Это Такое Регрессное воплощение Когда человека Спускают вниз За какие-то Его прегрешения За какое-то Пагубное Постыдное Возможное поведение В предыдущих воплощениях И наделяют Вот таким вот подарком Но это Как можно было бы Интерпретировать Ответ на твой вопрос Алексей Да Мне кажется Ты очень хорошо ответил Единственное Здесь можно уточнить Что если Да В одной из Религиозных Традиций Бог наказывает И лишает Разума То если мы берём Более древние Свойственные Всё-таки Русичем Представления О божественном То в этом случае Человек наказывает Себя сам И ты одну Часть Вот этого наказания Раскрыл То что человек Сделал в прошлой жизни Он испытывает В этой жизни Например Испаивал он Там кого-то Да В прошлой жизни Вот в этой жизни Получи На тебе Будешь Выпивох И над тобой Все будут ржать Разрушал чей-то рот На получай Твой рот Теперь разрушается Делал какие-то гадости На получай Теперь тебе будут делать гадости Так что Я не вижу здесь Какого-то противодействия С точки зрения чего С точки зрения того Что всё-таки Потомки богов Они отчасти Тоже имеют Божественное что-то А значит Они сами создают себе Как боги Будущее что-то Они сами Свои будущие жизни Строят И сами же получают В этой жизни Всё что им необходимо С точки зрения Познать А надо ли было так делать А надо ли сейчас так делать А какой ты найдёшь выход Из сложившейся ситуации Проявишь ли ты себя Как человек Или как неразумное животное Будешь следовать чему-то Каким-то научением Наускиванием Будешь жить по-свински И так далее Вот это вот На мой взгляд Тема Которую ты так или иначе Озвучил здесь И она На мой взгляд Имеет Много правдивого Я предлагаю Сейчас тебе Продолжить Рассказ Потому что Вопросов много А потом уже Мы вернёмся К вопросам А я себе Ставлю такое Подчёркивание Что следующий вопрос У нас будет От Олега из Иркутска А нет Вопрос Прошу прощения От Всеслава из Анапы Вот я выделил Продолжай Благодарю Итак Радиослушатели Что хотел сказать Хотел сделать отступление Вернуться Всё-таки К тому Как предки Относились К падучей болезни Или к чёрной немочи И вот рассказать вам Такие вещи Значит В убежи 16-18 веков Считалось Что Болеют Эпилепсия Зачатые Либо В пьяном виде Либо сифилитики Но это мнение того Это не моё мнение Это не отражение Там Какой-то объективной реальности Это мнение Того Как наши Предки Относились К этому Также Они считали Что эпилепсия Могла Начаться От сильного Испуга Или от ушиба Головы Считали Что эпилепсию Излечивают Як гадюки Расселя Из Индии Которые В этом яде Есть Церебрин Это Глюковид Входящий в состав Мозга и крови Так вот Такие Были Интересные Представления Значит Каким образом В деревнях Знахари Веду не лечили Эпилепсию Они брали Значит Несколько угольков Там Два Три Более Из печи Брали чашу С водой С этих угольков Сдували Пепел В воду Вот А затем В эту же воду Клали угольки Затем На эту воду Делали заговоры Вот И давали человеку Испить Он испивал Семь глотков Нужно было сделать Он делал Семь глотков Вот И после этого Приступ В принципе Проходил Процедуру Повторяли Через Одиннадцать Дней На двенадцатый Но С целью Закрепления Вот И после повторной Процедуры Эпилепсия Проходила Напрочь Достаточно Большое Количество Свидетельств От земских Врачей Той эпохи О том что Больные Эпилепсии Которых Они наблюдали Там Годами Вылечивались После того Как сходили К бабке И она С ними Провела Вот такой Вот обряд Достаточно Интересная Такая Информация Вот Но Что касается Простых Таких Элементарных Методов Как помочь Себе Справиться С эпилепсией То Страдающим Этому Заболеванию Нужно Кушать Побольше Лука Вот Особенно Сока Сок из Лука И тогда В принципе Приступы У него Практически Не будут Проявляться Вот Такая Вот Интересная Информация Потом Еще Есть такой Очень Интересный Знахарский Рецепт Значит При Приступах Эпилепсии Помогает Макрица Такой Спорный Достаточно Но Экстремальный Рецепт Но Тем не менее Пишется Что Крайне Эффективен И Абсолютно Полезен Значит Берем Ловим Макриц Высушиваем И вот Таких Сушеных Первый раз Съедаем 6 штук Вот даже Уже После Первого После того Как мы Первый раз Их съели То Частота Приступов Снижается Прибавляя По одной Макрице В день Нужно Съесть Их 12 штук Вот И потом Потихоньку Опускаться Снижая По одной Макрице Убирая И таким Образом Доходить До Нуля И вот Такой Курс Лечения Попадучие Болезни При помощи Макриц Также Достаточно Интересный Вариант Я сейчас Озвучиваю Такие Наиболее Интересные Варианты Таким Родом Лечить Эпилепсию Значит Использует Стельки Из Тонких Слоев Легированной Стали То есть Вырезает Вот такие Стельки Из этой Тонкой Стали И Эпилепсику Нужно Носить Эти стельки Постоянно И тогда Когда он Будет Настолько Заземлен То Считается Не считается На практике Установлено Что приступы Не происходят Все-таки Стальные Из легированной Стали Стельки Они Убирают Такие Вот Симптомы Вот Также Для профилактики Приступов Следует Жевать Горошину Черного Перца С изюмом И При этом Возникающую Слюну Не сглатывать А сплевывать В древности Считалось Что Таким образом Мы Убираем Из головы Лишнюю Влагу Но В древности Они говорили Влагу Из головы Убирают А в современном Мире Мы уже Разбираемся Что там Есть Внутри Щепная Жидкость И так далее Но Все равно Это Все Из одной И той же степи Вот И слюну Сглатываем Делаем Так Жуем Это По 15 минут В день Делаем Это Единожды И такой Курс Длится В течение Месяца Это помогает Снизить Активность Приступов Далее Далее Такой Интересный Факт В традиционной Китайской Медицине Лечение Эпилепсии При лечении Эпилепсии Используют Основную Точку В европейской Классификации Она Обозначается Как В-60 А в китайской Традиции Именуется Пунь-Лунь Ну У аримов Такие Интересные Названия Иногда Бывают Вот Пунь-Лунь Так вот Называется Эта точка Расположена Она На Наружной Стороне Внизу Голени В ямке За бугорком Наружной Лодыжки То есть Вот У нас Есть на стопе Чуть выше стопы Такой бугорок И за этим бугорком Ямка И вот Во впадине Этой ямки Расположена Эта точка И вот На эту точку Можно оказывать Компрессионное Воздействие То есть Сделать Такую Акупрессуру На нее Нажимать И Будет Происходить Лечебное Воздействие Чистота И Качество Приступов Будет Снижаться Значит Почему это происходит Там В этой точке С точки зрения Традиционной Китайской Медицины Проходит Меридиан Мочевого Пузыря Опять же Видите Здесь Древности Народной Китайцы Тоже Собственно Говоря Народ Представляет У них Есть Тоже Своя Мудрость И Врачевание Хотя Тактики Врачевания Немножко Отличаются От наших И Не Каждая Из них Подходит Для Русского Человека Из-за Особенностей Нашего Питания Из-за Структуры Мышечного Волокна Биологических Функций Химического Состава Крови Но Тем не менее Вот Эти Точки Биологически Активные Не Работают Так Вот Там Проходит Канал Мочевого Пузыря И Воздействие На Канал Мочевого Пузыря Еще Древние Китайцы Знали Что Нужно Выправлять Состояние При котором Случаются Эпилептические Припады Однако Почему-то Древние Китайцы Знали Об этом И до сих Пор Они В своей Практике Это Используют В Китае Очень Развита Что Воздействие На Мочевой Пузырь Можно Избежать Приступов Эпилепсии Вот Ну И Кстати Я Не опирался В своей Концепции На Эти Знания Они Пришли Параллельно То есть В них Я нашел Подтверждение Обращал Внимание Смотрю Что Китайцы Тоже Так Считают Собственно Говоря Основные Такие Моменты О которых Я хотел Сказать Дальше Мы можем Ну Может быть Это Следующая часть Уже Нашего Эфира Мы поговорим По поводу Рецептов По поводу Трав Какие Помогают При Эпилепсии Я думаю Что там Поднакопилось Какое-то Количество Вопросов И следует Дать На них Ответ А потом Сделать Может быть Уже Вставку Касаемый Рецептов Как ты Считаешь Алексей Я считаю Раз Два Три Четыре Пять Вышел Зайчик Погулять Вот Все Что скажешь То и сделаем Давай я зачитаю Вопрос Из Анапы И потом Через минут Десять Мы включим Музыкальную паузу Или просто Отбивочку И перейдем Уже к следующей части Итак Всем здравия Вопрос в эфир Всеслава Из Анапы Задает Арират Скажи пожалуйста Как эта болезнь Связана с родом Или ближайшими Родителями Причина наверняка Там Благодарю Возможно Вопрос Сформулировал не так Но что я сейчас думаю Надо бы твою супругу В эфир позвать Вот на эти вопросы Поотвечать Она очень хорошо Ростановочки делает В этом смысле Ну да Ты здесь прав Она В этих вопросах Как рыба в воде Вот Но ты тоже Не сам с усам Так что я думаю Сейчас что-нибудь придумаешь Давай Ну Во-первых Что касается родителей Мы Конечно Не попусту Приходим На воплощение В конкретную семью Конкретным людям Для того Чтобы реализовать Какие-то Свои собственные Задачи Для того Чтобы приобрести Определенный Нужный нам При жизни Душевный опыт С родителями Связано Ну Здесь можно Каким образом Если Говорим о родителях То Наверное Подразумевается Что эпилепсия Появляется еще В детском возрасте И Здесь можно Предположить Что это Кара Для родителей Да Потому что Когда ребенок Страдает Такой ситуации Конечно Родители Тоже Испытывают На себе Тягости Возможно Как раз Это то О чем Говорил Алексей Что Если В прошлой Жизни Ты Допустим Что-то Делал Нехорошее Детям То В этой Жизни Будешь Испытывать Проблемы С собственным Ребенком Вот Я думаю Что с точки Зрения Отношения С родителями Так А что Касается Рода Здесь Очень много Подходов Конечно Можно Предположить Что ты Родовую Карму Отрабатываешь Что Там Что-то Делаешь Как-то Это поле Очень Обширное Здесь Поводов Вариантов Для дискуссии Много Мы В принципе Сегодня Достаточно Уже Эту тему Обсуждали Освещали Я думаю Что Это Ответ На Твой Конкретный Вопрос Можно Найти В предыдущих Ответах На предыдущие Вопросы Там Где Мы Говорили Что Просто Не повторяться Не тратить Время Эфир Мне кажется Владимир Семенович Высоцкий Хорошо Дал ответ Но если Дуб Как дерево Родишься Баобабом Будешь Баобабом Ты еще Лет Пока Помрешь Вот здесь Той же Самой Серии Здесь Есть Кармическая Связь Своим Прошлом Кармическая Связь Естественно С родом Потому что Вы из рода Вышли И род Вас сюда Направил И так Или иначе Эта связь Присутствует Для чего-то Видимо Это все Есть И также Родство Еще и земное Генетическое Тоже может быть То есть Скорее всего Это может быть Признак того Что Какое-то Вырождение Идет уже И в физическом роду И этот ребенок Сюда пришел Для того Чтобы конкретно Указать На что-то Или Может быть На себе Что-то испытать Кстати У нас еще Несколько минуточек Василий Васильевич Написал А не перепутал Лиарерат Вот этих вот Макриц Которые бегают Насекомых С макрицей Травой Может быть Надо травку Кушать Макрицу А не Насекомых Макриц Не-не-не Именно Насекомые Макрицы Василий Васильевич Насекомые Так Еще есть Несколько Минут Давай Тогда Пройдемся По следующим Вопросам Вопрос Эфир от Олега Изярковского Какие Разновидности Эпилептических Припадков Ты лично наблюдал И как припадки Отличить От обычного Обморока Переутомляемости У меня В спортзале Был случай Когда молодой Человек Лет 18 После тренировки Рухнул в раздевалке И отключился А потом Когда очнулся Какое-то время Ничего не соображал И Впоследствии Ничего не помнил Но пены Изо рта Не было Что это Эпилепсия Или Олег Благодарю за вопрос Отвечаю По порядку Какие разновидности Припадков Ты наблюдал Ну я наблюдал От самых жестких То есть Когда человек Выгибается В дугу Бьется В истерике Ну не в истерике Бьется В тряске И так далее И непосредственно Сам принимал Участие Купировал Эти состояния Так же Приходилось Наблюдать И Малые Приступы Когда Эти малые Приступы Выражались Либо В том Что человек Усиленно Сглатывает В том Что человек Ритмично Повторяет Какие-то Одни и те же Движения В том Что человек Допустим Этих приступов Я наблюдал Обширно Что касается Второй половины Твоего вопроса Ты описываешь Случай То Тот случай Исходя из того Что ты описываешь Там скорее всего У человека Был какой-то Резкий Перепод Давления Вследствие чего Он потерял сознание Возможно Он Каким-то образом Занял Такое Двигая голову Или там Туловище Он занял Такое положение Шеи При котором Были передавлены Больше чем Две артерии Это Одна из Версий То есть Может быть У него На тот момент Почему-то Была нарушена Проходимость Может быть Задних Спинальных Артерий Он голову Чуть запрокинул И упал В обморок Потом Когда пришел В себя Просто-напросто Ничего не соображал Потому что Мозг Некоторое время Был без доступа Крови Соответственно Без доступа Кислорода И Какие-то там Области памяти Они были Не задействованы И соответственно Память у него Не сохранилась О том Что произошло То есть В любом случае Я считаю Там конечно Могло быть Резкое снижение Давления Из-за того Что там Открылись Какие-то Объем сосудов Увеличился И объем Циркулирующей Крови Недостаточно Было Произошло Резкое снижение Давления И человек Потерял сознание Либо Наоборот Какая-то область Оказалась Без кровоснабжения Человек тоже Потерял сознание То есть В любом случае Я думаю Что это связано С сердечно-сосудистой системой С состоянием сосудов И так далее То есть На мой взгляд Это был именно Обморок Ничего более Потому что Если это Эпилептический припадок То он обязательно Сопровождается Изменением Психического состояния То есть Перед тем Как впасть В приступ Человек Как-то начинает Себя неадекватно вести Он может закричать У Эпилептика Во время приступа Идет пена изо рта Он совершает Такие вот Движения Тремор У него зрачок Не реагирует на свет То есть Человек находится В полностью Неадекватном состоянии И прежде всего Он не контролирует себя То есть Ну понятно Что в обмороке Тоже себя не контролирует Но в обмороке Человек обмяк И все Лежит там Кулечком Скажем так На полу А во время припадка Эпилептического Человек бьется именно Он бьется Вот Головой И всеми своими членами Туловищем Бьется об пол Предметы Как бы не чувствуя боли Абсолютно Вот в этом Основное различие Что В обморок упал Обмяк Полежал там Какое-то время Кровоснабжение Восстановилось Пришло в себя Ну помнит он там Не помнит что-то Это другое дело А эпилептический Припадок Совсем другой Там вопрос Уже идет Не о кровеносной системе А о Оттоке внутричерепной жидкости То есть О ликвее Две разные Жидкостные среды Задействованы В одном кровь В другом ликва Алексей А я хочу уточнить у Олега Скажи пожалуйста А у этого знакомого У него Не было случайно Приступов лунатизма Сомномбулизма Так на всякий случай Если знаешь конечно Так я предлагаю Прежде чем продолжить Нашу беседу И по вопросам отвечать И ты дашь какие-то рецептуры От себя Сделать небольшую музыкальную паузу И после этого Мы с тобой перейдем уже Ко второй части нашей программы Как ты на это смотришь? Да Замечательно Для зрителей канала Ютуб Я вынужден Выключить звук Почему? Потому что По условиям Ютуб Песни Которые звучат Они должны быть подтверждены Разрешением авторства А это целая проблема Так что Извините Друзья мои Звук Я в момент вещания Отключу Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных календарей 7 февраля 2017 года Вторник По одному Из старинных 18 день Месяца В Югосту 7525 Лето Седмица Что такое Эпилепсия И как Лечится Захар Белинский Арерат Главный Сказитель У нас сегодня Раньше назывался Автор-соведущий Автор-сказитель Теперь называется И я предлагаю тебе Продолжить Повествование Своё Свой сказ В той форме Как ты это считаешь Нужным Ты можешь попросить Зачитать дальше Вопросы А можешь начать С тех рецептов Советов Которые у тебя Есть Алексей Благодарю За предоставленную Возможность Я хотел бы Предложить Зачитать рецепты А потом вернуться К вопросам Хорошо Благодарю Итак Что касается Питания Что касается Сборов То здесь тоже Есть кое-что сказать Если человек Страдает Таким недугом То ему Лучше всего Быть на сыроедении Отказаться Отказаться От употребления Животной пищи И Почаще Голодать Очень часто Так бывает Что человек Переходя на сыроедение Применяя Голодание В таком режиме Что не Реже двух дней В неделю То он Он полностью Избавлялся От проявлений Полностью Избавлялся От приступов Такая Закономерность Объяснить ее Я Не берусь Но тем не менее Она существует Она на практике Себя проявляет То есть если у тебя Эпилепсия Переходи на сыроедение Голодай Не меньше Двух дней В неделю И ты избавишься От приступов Возможно Там один Два Еще Как-то Циклично Повторятся Но в масштабах Года Они практически Прекратятся Что касается Трав Которые Можно использовать При таких Эписиндромах То Это такие травы Как Девесил Высокий Шалфей Полевой Воронец Мухомор Вот Ну Мухомор Конечно Такое Интересное Грипп Но тем не менее Он тоже Помогает При эпилепсии Вот Например Девесил Высокий Что с ним сделать Берем Две чайные ложки На один стакан Кипятка Настаиваем Ночь Принимаем По одной Третьей стакана Три раза в день Натощак Вот Шалфей Полевой Или Еще интересное Название У него Буквица Так вот Берем Одну столовую ложку Одну Столовую ложку Буквицы И заливаем Пол-литрами Кипятка Вот Видите Еще какое Добавляем Одну столовую ложку Меда Настаиваем 15 минут И пьем Как чай Перед едой Вот И это Значит То есть Один стакан В день Дневная доза Вот Воронец Как мы его готовим Берем Две чайные ложки На 250 Миллилитров Кипятка 40 минут Настаиваем И по 50 Миллилитров Четыре раза В день пьем Ну Что делаем С мухомором Значит Мухомор Тут правда Рецепт Единственное Приготовление Я сказать Не смогу Здесь приводится Единственные данные Что Мухомор Красный Используется Применяется В гомеопатии Как лечебное Средство При эпилепсии Там используется Вторая Третья Настойка Разведения И принимает По одной Две капли Один Два раза В день Вот Я Честно говоря Не особо Понимаю Что такое Второе Третье Разведение Я не гомеопат Так предполагаю Конечно Но вот Возможно Тем Кто доверяет Гомеопатии Тем Кому она помогает Думаю Услышав Вот это Смогут Пойти в гомеопатическую Аптеку И приобрести Такое средство Если есть Необходимость Далее Еще Есть такая Трава Очень полезная Чистец Или еще Называется Змейная Трава Так вот Этого часа По одной Чайной ложке На пол литра Кипятка Настаиваем Час И принимаем По одной Столовой ложке Три раза В день Вот Это Что касается Наиболее Эффективных При Эписиндроме Травках Которые Можно Принимать Также Можно Принимать Сборы Вот Сейчас Несколько Таких Сборов Я вам Перечислю Чтобы Вы могли Использовать Значит Берем В равных Далях Листья Мелисы Лекарственной Листья Мяты Перечной Видите Обе травы Они Успокоительные Расслабляющие Потом Соплодия Хмеля Корень Донника Лекарственного И Вот Эти Вот Четыре Травы В равных Далях Значит Берем Одну Столовую Ложку Смеси Заливаем Стаканом Кипятка Наставим 15-20 Минут В теплом Месте Процеживаем И пить По стакану Два раза В день Далее Значит Есть Такой Сбор При Эписиндроме Цветки Лаванды Листья Мяты Перечной Корень Примул Весенний Корневища Корни Валерьяны Опять же Берем Это В равных Частях Смешиваем И Отсюда Одну Столовую Ложку Смеси Заливаем Стаканом Кипятка Наставим Также 15-20 Минут Процеживаем И пьем По 2 Стакану 3 раза В день На самом деле Здесь Очень Много Трав Которые Способствуют Улучшению Состояния Человека При Эписиндроме В основном Это Травы Которые Направлены На Расслабление На Снятие Спазмов В организме На Допустим Какие-то такие травы Как Рута Душистая Синюха Голубая Синяк Обыкновенный Румянка Язвенник Многолистый Они Не особо Известны Я Не стал Зачитывать Эти рецепты Если Будет у кого-то Необходим Вопросы Можете написать На радио И мы Дополнительно Ответим Ну вот Собственно говоря Наверное Что касается Рецептов Которых я хотел Озвучить То Это все Прочее Я рассказал В других частях Программы Наверное Можно переходить Уже К ответам на вопросы Если Может Вопросы Будут Какие-то Еще Дополнительные По травмам И тогда Будем отвечать Алексей Хорошо Подчиняюсь Твоему желанию И задаю Следующий вопрос Здравия всем Вопрос эфир От Алексея Из Самары Арират У меня На холоде В мороз Продувает Простужается Левый глаз На той неделе Прошла опухоль Опухлость Вернее Верхнего И нижнего века А за три дня В тепле В тепле дома А вчера Вот вышел На мороз И опять Застудил Сижу С опухшим Глазом В наружном Углу Арират Подскажи Чего так бывает И что делать Можно И как избежать Простуды Глазниц Как вылечиться Навсегда Алексей Благодарю за вопрос Я могу Предположить Что там Ситуация Связана С тройничным Нервом С той ветвью Которая Нервирует Глаз Возможно Этот тройничный Нерв У тебя Застужен И вот Обычно Когда что-то У человека Застуживается То потом Выходя Даже бывает На несильный Мороз Это Так особо Восприимчиво К холоду И имеет Такие Проявления Также Можно Предположить Опять же Я не утверждаю Я предполагаю Можно Предположить Что В этом Тройничном Нерве У тебя В его Оболочке Может быть Живет Какой-то Вирус Герпесной Группы Может быть Именно В той Ветке Которая Глаза Подходит Может быть Это усиливает Возможно У тебя Не было Переохлаждения Тройничного Нерва Может быть Просто Поселился Какой-нибудь Герпес Далее Какая может быть Цепь развития События Можно Предположить Связь Параорбитальной Области Глаз С почкой Потому что Почки Тоже Восприимчивы К холоду Возможно Если К примеру Ты Достаточно Такой Поджарый Сухой Человек То Жировая Капсула На почках Возможно Небольшая И Почки Очень Чувствуют У тебя Как бы Холод Да Они охлаждаются И возможно Дают Такой Рефлекторный Эффект На глаз Ну Или Сигнал Такой Рефлекторный Посылает Это Из того Что Можно Предположить Наверное Так Могу Ответить На Твой Вопрос Реплика Эфира Титалия Из Эстонии Каждый Человек Творит Свои Судьбы Это Так Но Кто Плетет Нити Судьбы Богиня Макош Доля И Нет Доля Вот Так Прокомментировал Твой ответ И наверное Может быть Мой ответ Виталий Из Эстонии Благодарю За Комментарий Благодарю Идем дальше Аркуинон Задает Вопрос Вернее Даже Так Рекомендация Арираду Для Настройки Чувствительности Микрофона В том числе И ноутбуках И так далее И тому подобное Я думаю Что это ты прочтешь После Сейчас мы Этому не будем Уделять Время В эфире Дальше Вадим Из Германии Здравия Всем Вам Ведущие У меня Есть просьба Карираду Можно ли С вами Переговорить Голосом Например По скайпу У меня Просто Сложная История Долго Описывать Вот Через Приобретенную Эпилепсию Выявили Глиоболостому Я поэтому Хотел бы С вами Голосом Пообщаться Как с тобой Можно будет Пообщаться Да Благодарю Вадим За вопрос Можно будет Пообщаться Можно написать На радио И там уже Дальше Можно будет Съязаться Хорошо Вопрос Эфир От Олега Из Иркутска Скажи Арирад Какие Способы Вернее так Какие Особые виды Первой помощи По эпилепсии Ты можешь Предложить Это уже Мы кажется Читали Поэтому Второй раз Здесь Просто вопрос С уточнениями Например Положить На ровную поверхность Приподнять И положить Подушку Или что-либо Под голову Положить платок В рот От западания языка Повернуть На бок И не пытаться При этом Разбудить человека И какой Для того Чтобы организм Организм Расслабился Тем Дольше Продолжается Приступ То есть Как только Внутричерепное давление Стабилизируется Приступ В принципе Тоже прекращается Поэтому Сколько Нужно Время Для Расслабления Столько Приступ Движется Наверное Вот А методы Первой помощи Мы о них говорили Ты их верно Перечислил То есть Удерживать язык Чтобы человек Не задохнулся Повернуть голову На бок Чтобы человек Не подавился Своей пеной И стараться Защищать человека От того Чтобы он сам Себя Не травмировал Это основные И Конечно Не производить Каких-то действий По выходу Когда он выйдет Дать ему возможность Отдохнуть Поспать Прийти в себя Так Все пока Да Здесь Было уточнение В чате Я посмотрел Когда ты отвечал По поводу Возможного Воспаления Троичного нерва Когда Глазки Опухают Насколько я понял Там Был вопрос А как лечиться Как Что делать Прогревать Защищать Что там Капать Что-то Можно пчел Попробовать Пчел Пчелиный яд Яд является Прекрасным Нейромедиатором Он прекрасно Улучшает И проходимость Нервных окончаний И вирусы Оттуда всякие Изгоняет Либо же Прогревать Да Прогревать Ну и стараться Не застужать То есть Если уже Есть такая ситуация Если однажды Застудили То стараться Теперь как-то Греться Кутаться И прогревать Так Хорошо Юрий Из Бреста Возможно ли Внезапные Беспричинные И безудержанные Вспышки Гнева У людей Считать Формой Эпилепсии Благодарю 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 За вопрос Вот такие Вспышки Гнева Можно считать За состояние Предшествующей Эпилепсии То есть Когда человек Уже находится В преддверии Приступа У него Как раз И могут Наблюдаться Вот такие Состояния А Как за приступ Эпилепсии За полноценный Вряд ли Вот То что Предверяет Эпилептический Припадок Даже Не сам Припадок А то что Предверяет Наступление Ауры То есть Наступление Состояния Предшествующей Эпилепсии Но Склонность Склонность У таких Людей Конечно Повышенная Эпилептическим Припадком Вот так Алексей Понятно Идём Дальше Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Какие Особенности Первой Помощи При приступе Этого Недуга Существуют Для беременных Женщин Стариков Маленьких Детей Что можешь Добавить Из Из Своего Опыта Благодарю Благодарю За вопрос У меня Слава Богу Наверное Не было Практических Возможностей Облюдать Приступ Эпилепсии Беременной Женщины Исходя Из логики Мышления Потому что Любая медицина Должна подчиняться Логике Так вот Здесь есть Необходимость Во-первых Заботиться О плоде То есть О чаде Нерождённом Чтобы как-то Его уберечь Потому что Вот И Нужно Конечно Думать О том Что не будет Прерывания Беременности Вследствие Возникновения Приступа Об этом Что касается Стариков Тоже необходимо Как-то их Уберечь От травмы Потому что Травмы В таком возрасте Они Хуже регенерируются Хуже Восстанавливаются И Как-то Уберегать Их нужно От возможных Падений Ударов Ушибов Головы Чего-то Такого Подобного Ну и Наблюдать За Артериальным Давлением Уже на выходе Из этого Приступа Что касается Детей То У детей Обычно Приступы Происходят Мягче Нежели У взрослых И Здесь Даже легче Будет Человеку У детей Приступы Часто Проявляются Не в полном Виде Какого-то Взрослого Напряжение Падение Битие Головое Пол Пена Изо рта У детей Приступы Эпилепсии Часто Проявляются В виде Малых Приступов То есть Они Начинают Судорожно Сблатывать Как-то Дышать Топтаться На месте Делать Одинаковые Повторяющиеся Движения Тереть Себя В глаза Тереть Еще что-то Так что С детьми Полегче Даже бывает Понятно Ну как-то так Не очень богато Скажем Здесь Наверное Надо Какие-то Тонкости Раскрывать Более Глубоко Для каждого Из Участников Определенного Контингента Да Возрастного И полового Ну а смотри Вот половой Беременная Женщина Очень велика вероятность Что она потеряет Плод Если у нее Случится Эпилептический Приступ Вот я об этом Женую Поэтому Здесь Какие-то рекомендации Давать Если человек Не профессионал Если он не является Профессиональным Акушером Чтобы Ему не говорить То Все это На самом деле Единственная Какая рекомендация Это как-то Пригласить Вызвать Либо Акушера Либо Человека Женщину Поветуху Кого угодно Скорую Вызвать Чтобы помогли Потому что Неизвестно Как поведет себя Плод После этого Состояния Потому что Повышается И спазмы И тряска И может быть Угроза Выкидыша И чего угодно Да и вообще Если ты Находишься В состоянии Беременности И знаешь Что у тебя Возможны Эпилептические Припадки То Первая задача Тех Кто находится Рядом Это Как минимум Оградить этого Человека От возможных Эпилептических Припадков То есть Поддерживать его Морально Стараться С того Чтобы он Избегал Нервотрепки Избегал Физических Травм То есть Прежде всего Превентивная Задача Если этот Приступ Случился Это крайне Нехорошо И причем Еще хочу Заметить Что Женщины Страдающие Эпилепсией Им сложнее Забеременеть Чем обычно Потому что У них всегда Есть проблемы С мочеполовой сферой Там всегда Нарушено Кровоснабжение И Если уж При всем При этом Женщина забеременела То нужно Очень тщательно Относиться К охране Своего здоровья Ну а если Вы со стороны Проходите И увидели Что у беременной Женщины Приступ То единственное Что могу Посоветовать Старайтесь Сделать так Чтобы она Меньше себя Травмировала Чтобы у нее Было Меньше Каких-то Резких Ударов При падении Чтобы она Не билась Головой Чтобы она Не билась Чревом Чтобы не Наносила Травм То есть Вернее Не получала Травм В области Таза Что еще Можно посоветовать Конечно Это очень печально Если у беременной Женщины Приступ Эпилепсии Что касается Стариков То Прежде всего Старики По идее Должны Сами Придохраняться И понимать Что если у тебя Эпилептический Припадок То Каким-то образом Постраховываться Понятно Беременные Женщины Они иногда Не в себе Бывают Вследствие чего Безрассудность Еще может Присутствовать Вследствие Нарушить Каких-то изменений В гормональном фоне В психоэмоциональном состоянии Это понятно А вот пожилые люди уже Им нужно носить с собой Обычно Как там Ложечку металлическую Прочную носят Чтобы те Кто оказался рядом Смогли им зубы разжать Вот Как-то Они обычно Всегда чувствуют Наступление ауры То есть Если он почувствовал Что аура приближается Присядь Позови кого-то на помощь Скажи Что сейчас у меня Может случиться приступ Но Что касается того Что ты говоришь Исходя из возрастных Категорий Что там делать Ну Опять же Предохранять человека От получения травм Потому что Процесс регулировать Вы То есть Никто не в состоянии Процесс прохождения приступа Вы регулировать не в состоянии Что с ним будет На выходе из приступа То и будет Вам Единственная задача Тех людей Которые находятся рядом Сделать так Чтобы не было сфикции То есть Чтобы он не задохнулся Чтобы он не захлебнулся Пеной То есть Слюной своей Вот И чтобы он не нанес себе Каких-то там Граничащих С жизнью повреждений Во время вот этих вот судорог Вот и все Собственно говоря Чем можно помочь Вот Ну и Детям в том числе Причем смотреть на детский приступ Это конечно В несколько раз печальней Когда с ребенком Такое происходит Но Собственно говоря Что делать Стараться следить Чтобы человек Себя не травмировал Чтобы Вне зависимости От возраста Чтобы не задохнулся Возможность его Не фиксировать Но поддерживать Вот собственно говоря Все что В принципе Можно сделать Во время приступа Никаких там Вливаний Уколов Инъекций Во время приступа Не делается Не производится Никакого воздействия На организм Не производится В случае Так Ты знаешь Мне кажется Здесь надо нам С тобой подходить Более глубоко А не поверхностно К этому вопросу Вот вопрос звучал так Какие особенности Первой помощи Мы об этом рассказали Вернее как не мы Ты об этом рассказал И указал Вот на то и на сё И на пятое На десятое Но мне кажется Надо немножечко углубиться И сказать А как Первое Самому человеку Если он чувствует То есть какие признаки Что у него Начнётся Как себя вести Это в первую очередь Чтобы наши слушатели И зрители Могли Помочь Разобраться Тем У кого Бывают припадки То есть Он послушал Нашу передачу После этого Если кто-то Из его знакомых Что очень печально Страдает Этой Подучей болезнью Мог сказать Если ты чувствуешь Вот это Вот это То приготовься К этому К этому Грубо говоря Одень смирительную рубашку Какие действия Претвергать Кроме Выпивания Отваров Поедания Там Не знаю Мухоморов Или капель мухоморов Там Или этих Макриц Там Да Что-нибудь ещё Что ему сделать Да Поедание Макриц Что ему сделать Например Растяжка Шейных позвонков Паравку Атланта Массаж Натирание ушей Ещё что-то Я не знаю Удар по голове В другую сторону Напротив того места Куда он получил его в детстве Ну к примеру Вот давай подумаем Понял Ну давай Давай начнём с того Скажем так Начнём с начала Первой части Твоего вопроса Предугадать Наступление приступа Возможно Только по Изменяющемуся Физическому состоянию Такое изменение Называется Почувствовать ауру То есть Если человек чувствует ауру Он может предугадать Начало своего приступа Если он ауру не чувствует То приступ будет Для него внезапен Чувствовать ауру Больные эпилепсии Могут Где-то примерно В половине случаев То есть Половина примерно чувствует Половина не чувствует Как она выражается Некоторые Ощущают Как бы Дуновение ветра Другие могут Испытывать головокружение Ознов Третьи испытывают Жар Стеснение в груди Учащённое сердцебиение Слуховые Зрительные Бонятельные Галлюцинации Иногда начинает Проделывать Человек Однообразные Автоматические движения Вот это то Что называется аура То есть Аура Это кратковременное Острое психическое Расстройство От нескольких До нескольких Десятков секунд В течение которого Человек себя Как бы Не контролирует Или с ним происходят Странные вещи Те которые в обычное время С ним не происходят Галлюцинации Начинают видеть Слышать Какое-то непонятное Физиологическое состояние Происходит Вот это аура Если человек Если человек научится Понять Понять что наступает Приступ Сейчас мы об этом сказали Потом Как человек Значит лечиться Прежде всего Здесь нужно Сделать так Чтобы Ликвар Из головного мозга Черепной коробки Оттекал Хорошо И регулярно То есть регулярно Это значит ежедневно И собственно говоря Не только Оттекал Но и выводился Из организма Вместе с мочой Для этого Нужно прежде всего Разблокировать шею Размять мышцы шеи Чтобы шея у человека Была свободная Атланты Атланты Тоже Нюансы Главное Разблокировать шею Чтобы ни в одном Шейном позвонке Не было блокировки Чтобы они все Были свободны Чтобы мышцы шеи Были безболезненные То есть мягкие Расслабленные Чтобы не было Подвывиха мозга Подвывиха Ну Предыдущие вещи Которых я сказал Там Правка Опорно-двигательного аппарата И там Разминание Массаж Мышцы шеи Различными способами Это я думаю Всем понятно Каким образом Править подвывих мозга Значит он Его правка Осуществляется При помощи вибрации То есть на головной мозг Человек оказывается Мелкая Очень такая мелкая Интенсивная вибрация И за счет этого Мозг находясь в жидкости За счет этой вибрации Он занимает Своё естественное положение Предки наши Эту вибрацию Делали Либо Брали в рот Значит Палочку На которой была Привязана Там Верёвка Вот Эту верёвку Подвязывали к ведру И он Головой Как бы слегка Приподнимал Это ведро От пола Либо натягивал Достаточно сильно Натягивал эту нить И поэтому Ведру наносили Такие Несильные Но удары сбоку И Кто видел ведро с водой Все знают Что Если по ведру Ударишь Возникает такая Рябь Определённый резонанс И вот этот резонанс Передаётся через верёвочку На челестной аппарат человека И вот через челюсть Эта вибрация Передаётся на череп И через череп Уже На внутреннее пространство Черепной коробки И таким образом Через это Посредством этой вибрации Мозг становится на место Вот это один способ Второй способ Значит Решито Деревянный решет Уберём в зубы И точно так же По нему наносятся Такие небольшие удары И соответственно Опять же возникает Вибрация И эта вибрация Передаётся на череп Кости черепа И оттуда уже На внутреннюю среду Что касается Подвывиха мозга Дальше Что касается Дальше Нормализация Тока ликвара То Следующую проблему После того Как мы разобрали шеи Нужно соответственно Искать В состоянии Позвоночного столба Опять же Регулировать Правильность Позвонков Остановки Вот И после этого Обращаем внимание На низ живота Нужно обязательно Провести Правку живота Правку низа живота Размять Расслабить там всё Чтобы там всё было Безболезненно Чтобы не было Каких-то спазмов Чтобы не было Уплотнений Нужно обязательно Добиться Расслабления Мочевого пузыря Нужно добиться Того Чтобы не было Каких-то напряжений В простате Чтобы снять Явление простатнита Или аденовой простаты Необходимо Снять напряжение С почек Отрегулировать Работу почек То есть Отрегулировать В целом Работу Мочеполовой системы Итак Подытоживая То что я сказал Если у человека Есть Эпилепсия То Ему следует Обратить внимание На местоположение Головного мозга Ему необходимо Обратить внимание На состояние шеи Позвоночника Высшей Ему необходимо Обратить внимание На состояние Ости Оси Наши Скажем так Позвоночника И необходимо Обратить внимание На положение Которое Складывается В области Низа живота Это я тут Еще не упомянул И положение Костей таза То есть Очень часто Кости таза Бывают искривлены Какая-то ось Приподнята Какая-то сторона Но вследствие этого Изменяется положение Внутренних органов И тонус мышц И так далее Поэтому можно Еще будет Трегулировать Положение Костей таза Разблокировать И еще один Очень важный момент Я почему-то Обошел его вниманием Необходимо Обратить внимание На работу Желчного пузыря И печени Потому что При нарушении Работы Желчного пузыря Идет Сбой работы печени И печень Рефектурно Связана с головным мозгом Плюс печень Вырабатывает Достаточно Достаточно Количества гормонов Которые влияют На работу мозга Здесь уже Может быть Прямая связь Между мозгом И печенью Поэтому для того Чтобы исключить Возможные неполадки В работе мозга Необходимо Отрегулировать Качественное состояние Функциональное состояние Печени Функциональное состояние Печени Прежде всего Мы можем понять Из состояния Желчного пузыря То есть Болезненный Он не болезненный Оттекает Желчный Оттекает Ну и так далее То есть Размятие область Двенадцатиперстной кишки Область желчного пузыря Ну вот Собственно говоря Наверное Это то что Нужно в общих чертах Делать Алексей Хорошо Благодарю тебя Итак Идем дальше Про это поговорили Про это поговорили Вопрос в эфир От Жени Макаровой Из Риги Закон кармы В ведах Говорит о том Что мужчина Не отрабатывает А только нарабатывает Ее Получается так Что мужчины Греша Могут Приспокойненько Это делать До старости Не задумываясь Воровать Бить детей Жен А мы Женщины Даже ведя Благочестивый Образ жизни Можем лишь Отрабатывать Прошлое Так ли это Мне видится Тут ошибка Есть ли знания У Ари Рада Об этом Ну-ка поделись Своими знаниями Об этом Ты что На детей кричишь На жену Руку поднимаешь Благодарю за вопрос Значит Ну Я думаю Что ты на этот вопрос Во-первых Ответишь лучше Чем я А во-вторых Я не знаю Может быть тут просто Интерпретация человека Потому что Даже ту информацию Которую он получает Он ее воспринимает В силу Своих Внутренних Возможностей И один Прочитав Один и тот же текст Может понять Вот так Как вы написали А другой Поймет это иначе То есть Тут степень восприятия Разная И уровни восприятия Я считаю Что этот вопрос Но он не совсем Корректен И как бы В самом вопросе Закладывается Уже такой ответ Что мне собственно Говоря Нужно тут Либо оправдывать Мужчин Либо Что-то превозносить Женщин Не то не то Я считаю Что не стоит Поэтому думаю Что нужно как-то иначе Более корректно Задать вопрос И Закон кармы Ведах Я не думаю Что прям есть такая Формулировка Закон кармы Там как-то Наверное Все-таки иначе От богини кармы Или как-то еще Поэтому Думаю Что это достаточно Такое общее Пространное суждение И На мой взгляд Не совсем корректное Женя Макарова Из Риги Я не буду отвечать На этот вопрос Поскольку Во-первых Он был задан Арираду А не мне А во-вторых Здесь нужно указать А в каких Ведах Это все написано И вот Когда будут Эти уже уточнения Тогда вполне возможно Что будет дан Ответ Более точный И от Арирада И если потребуется То от меня На сим Я перехожу К следующему Вопросу Напоминаю Вопросы мы принимаем Из чата Народного Славянского радио Так что Пользуйтесь Возможностью Не стесняйтесь Вопрос эфир Как Поднимать Как понимать Вернее Как понимать Термин Сыроедение В контексте Того Как я его Потребил Благодарю За вопрос Это значит Что нужно Питаться Сырой Вегетарианской Пищей Сырой То есть Без воздействия На пищу Каких-то Термического Воздействия Извините За автологию Но вот Без термического Воздействия На Сырую Вегетарианскую Пищу То есть Что такое Сырая Вегетарианская Пища Это Овощи Это зелень Это фрукты Верно Алексей Ты доктор Ты доктор Меня спрашиваешь Верно Алексей Ты доктор Ты отдал Ты же сыроед Я поэтому Тебя и спрашиваю Ну ладно Сразу так ругаться Вот Ну Я думаю Что Если кто думает Что сыроедничество Войдет от слова Сыр То в общем-то Наверное Это не совсем так Хотя Вот Сыры Которые делаются Без Животных Дополнения Животного Фермента То есть Мягкие сыры Это даже Даже их Наверное С сыроечеством Назвать нельзя Потому что Все-таки Там В большинстве Случаев Используется Творог А творог Это уже Термически Обработанный Продукт Вот Поэтому Шутка такая Что я сыроед Я ем сыр Не подходит По многим параметрам В остальном Ты все правильно Сказал Сыроеды Это те люди Которые Стараются По возможности Не использовать Термически Обработанную Пищу И Если такая Возможность У них есть То они Полностью Исключают Термически Обработанную Пищу Есть еще Направление Веганов Те которые Исключают Все что Связано С животным Происхождением Все что Связано С Происхождением Вот Насекомых Например Пчелки Вот Правильно Это неправильно Я не имею права Говорить Хорошо Это или плохо Тоже не имею права Говорить Просто надо Различать Что есть Веганы Есть Сыроеды Есть Поедатели Живой Пищи Или Скажем так Несколько Чуть-чуть Такое слово Чуть-чуть Термически Обработанной То есть Запаренной И вообще Это мне кажется Тема отдельного эфира Почему Потому что Вот Если уж Мы начнем Разбираться Когда появилась Вареная пища То мы Наверное Не так Уже Далеко В старину Уйдем Вареная пища Появилась На Руси Когда активно С востока Вместе с христианством Стала сюда приходить Новая религия Новые взгляды И вот тогда Варене и пища Стало повсеместное До этого Пища была Или В виде Консервированных Продуктов Зимой Либо это было Вяленье Либо это было Высушивание И в небольших Случах Это было Жаренье И в небольших Может быть Чуть больше Случах Это было Паренье То есть Пареная репа Она сохранилась Для нас Такая поговорка Проще пареной репы Запаривать Заваривать Вот это все было Но не варить Жарить Обжаривать Это тоже было В сыром виде и есть Размачивать Тоже было Вот Вареной Такой пищи Поговорок Насчет вареной пищи Я старинных Не встречал Так что Как-то вот так Идем дальше Так Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Какие причины Врожденной эпилепсии Известны тебе И как Молодым мамам Осознанно Не допустить Этого недуга И не подвергнуть Малыша Опасности Благодарю Очень интересный И важный вопрос Что скажешь? Благодарю за вопрос Что можно сказать Молодым мамам Чтобы не подвергать Малыша риску Нужно очень внимательно Заниматься еще Здоровьем малыша Внутри утробный период То есть Пока он находится Еще внутри утроби матери Нужно следить Прежде всего За своим питанием Нужно следить За своим здоровьем Нужно следить За За своей нервной системой Тогда Когда вы В период Динашивания Ребенка Если вы будете Здоровыми Если будете Здорово питаться Если не будете Сквернословить Не будете Каким-то образом Помыслах своих Допускать худого То и ребенок Родится здоровым Вот это вот Главная превентивная Задача Все остальное Что называется Врожденное Когда ребенок Рождается У него это есть Как данность Это все формируется Во внутриутробном Периоде И причина этому Те действия Которые были Допущены мамочкой В период развития Ребенка Если же Они не были Переданы Этому ребенку С генами Допустим У отца Там какие-то Есть дисфункции У матери Там есть Какие-то Дисфункции Органов Допустим Дисфункция Женщина Пузыря Или дисфункция Мочевого Пузыря Дисфункция Органов Малого Таза Это могут Быть Рожденные вещи И Каким образом Не допустить Обращать внимание Прежде На малыша Если он Часто болеет Ангиной То, когда дети Часто болеют Ангинами Это говорит, что У них есть Проблема В области Малого Таза Смотреть На то, чтобы Малыша Печень Работала Исправно Хорошо Обращать Обращать внимание Просматривать Ребенок 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 Прежде Ребенок 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 Против Ребенок 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 По поводу Ребенок 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 Любой в дальнейшем удар, травма по голове, смещение шейных позвонков могут в дальнейшем вызывать какие-то эпилептические припадки. Я думаю, что у такого ребёнка и есть склонность. Поэтому ваша задача — проследить. А этот ребёнок пришёл в ваш мир для чего? Может быть, для того, чтобы вы успокоились, и эта болезнь в нём не развелась? Может быть, сделать так, чтобы осознать, для чего он в вашей жизни? Может быть, успокоиться самим? Ну вот как-то так. Алексей, если дозволишь, я хотел бы ремарку вставить. Обязательно. Очень важно эмоциональное состояние матери в период принашивания ребёнка. Потому что то, что чувствует мать в период беременности, то же самое ощущает и младенец. Насколько бы мал он не был, как вам казалось. Потому что ваше психоэмоциональное состояние — это не вербальное состояние, это состояние всего организма. И ребёнок его чувствует. И плюс, когда вы находитесь в стрессе, ваш организм выделяет токсины, то есть определённого вида яды. Эти яды отравляют организм ребёнка. Поэтому очень важно, чтобы мать чувствовала себя комфортно, чувствовала себя хорошо в период вынашивания ребёнка. Если это не происходит, если вдруг случается так, что беременную кричат, что, не дай бог, там оказывают ещё какое-то физическое воздействие, то здесь впоследствии может быть всё что угодно. Поэтому очень внимательно следует к этому отнестись. Алексей сказал об этом. Я вспомнил, что действительно можно добавить. Вот ты уже второй раз говоришь про химические всякие продукты, питание. И вот тут это не шутки. Необходимо очень серьёзно к этому относиться. Почему? Дело в том, что если ребёнок с малолетства употребляет подсластители, какие-то красители, усилители вкуса, усилители аромата, искусственные ароматы и так далее и тому подобное, в этом случае его нервная система всегда находится в возбуждённом состоянии. И вполне возможно, что у него будет как минимум или потеря сознания непредсказуемая, потому что бесноватость организм не переносит очень хорошо, ему надо защищаться от этого. И первый самый простой способ – просто ребёнок будет отрубаться. Вот самый неподходящий момент. Просто раз – терять сознание, засыпает. И вы его будете носить, таскать. Он может ночью просыпаться, биться в родимчике, биться в истерике, кричать, и вы никак его не разбудите. Будете по щекам хлистать. Он будет просто кричать, визжать, как будто бесноватый. То есть ваше состояние, усиленное возбуждающими химическими препаратами, добавленные в продукты питания, будет вести вот к таким непонятным и неприятным последствиям, с возможностью дальнейшего развития припадков, с возможностью дальнейшего развития потери памяти, с возможностью развития эпилепсических припадков и самнамбули, то есть лунохождения, лунатизма. Так что имейте в виду, чем вы больше ребёнку даёте различных сладких водичек, зефирчиков, конфеточек, жвачек и мармеладок, где куча всяких усилителей, вкуса, аромата и прочего, тем вы сами себе и ребёнку создаёте медвежью услугу. Это очень важно осознавать. Очень важно осознавать. Имейте это в виду. Поэтому пища должна быть как можно больше натуральной, семейные отношения должны как больше быть по возможности натуральными, без того, что мама становится папой, папа мамой, без истерик в семье, без каких-то там взаимных возмущений и пытаться мериться, кто больше зарплату получает или кто больше любит ребёнка и кто больше делает что-то по дому и так далее. То есть не играйте в цивилизацию, живите настоящей жизнью, такой, как жили наши предки. И это будет залог того, что даже если ребёночек по каким-то причинам пришёл с каким-то нарушением, вероятность того, что он эти нарушения не разовьёт в худшую сторону, а загасит их и станет полноценным человеком, намного больше. И вы свою жизнь тем самым тоже сделаете лучше. И себе улучшите жизнь, и этому ребёночку. Вот как-то так. Здесь Женя из Риги написала, что вайшнавское направление, ведическое, пишет, «И думаю, что тут действительно что-то не так, буду думать». Значит, буду искать что-то в нашей славянской традиции. Я, во-первых, не выступаю против какого-то движения или направления, вайшнавы это, или буддисты, или кришнаиты, что вайшнава и кришнаиты, на мой взгляд, это очень-очень близко, а кто-то говорит, это вообще одно и то же. Надо просто понимать, когда и где это зародилось и для какого народа. Вот есть такая поговорка, что русскому хорошо, немцу смерть. Дурацкая поговорка, на самом деле, потому что мы братья во многом, и во многом у нас там идентичные происходят процессы с маленькими поправками. Ну, такая поговорка есть. Вот если отталкиваться от неё, то можно сказать, что папуасу хорошо, то японцу не подходит, что японцу хорошо, не всегда хорошо русскому. Вот. Если мы дальше разовьём, надо понимать, что различные учения различных мудрых людей были направлены на различные рода. И вот в том народе или роде, или нации, где необходимо было что-либо усилить, где-то на что-то сконцентрировать внимание или что-то, может быть, наоборот убрать, появлялись учителя как из ведического направления, так из религиозного направления, так и просто какие-то мудрецы, которые себя позиционировали и ни к тому, ни к другому, и появлялись целые школы и так далее. Поэтому ещё раз примерно повторю слова, которые в одном из эфиров уже повторял. Если вы начнёте строить в Сибири, где-нибудь в центральной части Сибири, за северней Байкала, например, дом по Васту южного направления, то к Новому году вы замёрзнете. И в то же самое время, если индусы будут строить по ведическим северным традициям для себя жилища, то они просто там сгорят. Потому что по-разному для народов и для условий проживания эти учения адаптированы. Что хорошо для индуса, не всегда хорошо для сибиряка. И что хорошо, например, для австралийского аборигена, не всегда хорошо для североамериканского, например, индейца. Вот это надо учитывать. Поэтому любое вероисповедание, любая религия направлены для своих определённых адептов или своих последователей. Если вы всё пытаетесь примерить на себя, в этом случае вы будете выглядеть как человек, который зашёл в трусах на рынок вещевой, нацеплял на себя всё, что там он встретил, всё, что увидел, причём и мужское, и женское, и детское, и старческое, вот, и в этом самом пытается пойти на приём, к примеру, там, к какому-то известному человеку. Ну вот, вот примерно так будет выглядеть. Ещё такая детская сказка есть, когда там завистливый густь всё время завидовал другим птицам, и он с ними менялся, с павлиным хвостиком, с пеликаном носом, там, с кем-то крылышками поменялся, с кем-то головой, ну и так далее, и тому подобное. И что из этого получилось? Он не мог не летать, не мог не бегать, не мог нормально говорить, ни травку нормально щипать. В общем, ничего хорошего из этого не получилось. Применяйте только то к себе, что близко вам по роду, что вам передаётся по вашим родам. Не ищите счастья на стороне. Счастье там есть, но оно для тех, кто на этой стороне живёт. Ну, как-то так. Давай дальше. Давай. Давай. Итак, про сыроедение поговорили, про причины поговорили. Виталий, застань так логично. Ты скажи, что делать. С Халифасовский. Короче, с Халифасовский. Ну, ты уже сказал, что делать. Если хочешь, догадывай что-то. Ну, тогда не будем добавлять. Вопрос в эфир. Не по теме, если можно. Это сейчас мы посмотрим, можно или не можно. После атаки на грибы, вызвавшие варикоз, с помощью настойки мухомора голени ног покрылись множеством мелких гнойных прыщей. Клин клином вышибаю, да? Но другого не слаще. Выделение покрыли ноги коркой, которая сейчас подсохла. Каким маслом можно смазывать ноги, чтобы дальше выбить паразитов и кожа не была такой сухой и не чесалась? Благодарю, Юрий. Благодарю, Юрий, за вопрос. Отвечаю с конца. То, что сейчас происходит с ногами, можно принимать в содовые ванны. Содовые ванны будут улучшать состояние кожи. Но единственное, нужно учитывать тут целый ряд вопросов. Тот, казалось бы, простой вопрос, который вы задали, он очень комплексный. И здесь сразу необходимо рассматривать те процессы, которые происходят в организме. Вот что у вас получается. Есть варикоз нижних конечностей, да? Варикоз, собственно говоря, это микоз эпителия сосуда, то есть интимы. Микоз интимы сосуда. Почему он там получился? Скорее всего, где-то в области таза, где нижние отделы тонкого кишечника, сигмовидная, слепая кишка, там, возможно, где-то поддавлены вены, которые выходят из поддушных остей и соединяются дальше в полу вены. Там где-то, возможно, во что-то пережато, нарушен ток венозной крови. И из-за этого присутствует варикоз у вас в нижних конечностях. Если вы будете лечить варикоз, убирать, собственно говоря, чисто вот этих вот грибов из вен, одних убрали, но через какое-то время другие придут. Поэтому, чтобы действенно, эффективно действительно, но всегда побороть варикоз, нужно снять напряжение с низа живота, освободить от ток венозной крови. Это что касается самих состояния сосудов и тока крови. Далее. Состояние кожи всегда коррелируется с состоянием, вернее, не так, скажу сначала вот о чем. Кожа – это орган выделительной системы. И если ноги покрылись мелкими нынечками, то это говорит о том, что, прежде всего, пучки не справляются с выведением такого количества токсинов, и он начинает направлять, кожа начинает направлять их через, вернее, пучки, выделительная система начинает направлять их через кожу. С этой точки зрения закрывать сейчас, чем-то замазывать, залечивать ваши ранки, вот эти ваши корочки нецелесообразно, потому что если сейчас их позакрывать, убрать вот этот дренаж своеобразный, то вся эта инфекция пойдет внутрь, и там где-то у вас осядет, создастся еще больше проблем. Поэтому, если что-то из вас выходит, неважно в каком виде, ну и слава Богу, пусть вам кажется, что это выглядит не очень красиво, вам не нравится, болит иногда, но такова данность вашего организма. из вас выходит, можно дождаться того момента, когда вся гадость, что есть из вас выйдет, и тогда уже, собственно говоря, своим ходом эти раночки закроются. Другой вопрос, что если такой гадости, которая из вас выходит очень много, она может выходить длительно. Поэтому здесь нужно уже стимулировать работу лимфатической системы каким-то образом, либо принимать сборы, там где содержится лист брусники, корень солодки и так далее, лист черной смородины, для того, чтобы движение лимфы наладить, потреблять побольше жидкости, вообще следить за агрегатным состоянием лимфатической жидкости, за ее плотностью, либо она как гель, либо она как золь. То есть, чтобы лимфа была жиденькая, чтобы, опять же, нужно обратить внимание на почки, как работают почки, потому что почки один из основных органов выделительной системы, снять с них напряжение, чтобы почки нормально работали. То есть, отладить основные механизмы организма, отладить почки, отладить отток венозной крови, привести качество крови к нормальному состоянию, то есть, чтобы она была либо нейтральной, либо слабо щелочной, при помощи соды, которую вы будете пить, при помощи чеснока, который будете употреблять, при помощи трав, которые способствуют улучшению качества крови. Но это нужно сделать. И тогда, когда все это будет сделано, вся эта ситуация у вас с ногами, с этими ранками, она пройдет сама собой. Если же вы сейчас начнете делать основной упор на ноги, залечивать свои ранки, то ситуацию вы можете даже в некотором плане усугубить. Нужно здесь иметь в виду и запомнить, что если у нас где-то в организме открылся дренаж, а любой прищик на нашей коже, там любая ранка, которая появилась и сочится, это есть дренаж. Любой дренаж, который появился, его не нужно закрывать, нужно разобраться, откуда, что это за дренаж и стимулировать скорейшее выделение всего того, что там выделяется и потом уже закрывать его. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Хорошо ответил. Так, здесь продолжают к нам поступать вопросы из чата Народного славянского радио на сайте slavomir.org, который пока размещается. Также, я смотрю, люди нас слушают и смотрят в Ютубе. Вот, и у нас наступает время музыкальной паузы, час еще практически прошел. Вот, есть предложение к тебе. Что ты хотел бы послушать? Есть у нас песня ДДТ, «Последнюю осень» подготовлена, и есть песня «Подзвездами балканскими» в исполнении Нечаева. Какая песня тебе больше по душе? Давай, может, «Подзвездами балканскими» «Последняя осень» как-то так трагически, наверное, звучит. Ну, «Последняя осень». Потом начнется «Последняя осень». Ну что ж, отключая вещание для наших слушателей-зрителей ютубовского канала, через несколько минут мы вернемся, а наши слушатели по радио могут наслаждаться музыкальным произведением. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Их не получилось послушать. В очередной раз здесь я забыл, что перенес другую папку. Прошу прощения, надо будет ее найти. Я попозже тогда поставлю эту песню. Мне она тоже очень нравится по звездам балканскими. Вот. Но так или иначе продолжаем наш эфир сегодняшний. Вот такая вот бывает накладочка. База у нас обновляется, поэтому чуть-чуть я не уследил. Прошу прощения еще раз. 7 февраля 2017 года вторник. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Что я говорю. Тема сегодняшнего нашего эфира. Что такое эпилепсия и как лечиться. А то мы сейчас с тобой еще про 7 февраля начнем рассказывать. Хотя в принципе есть что рассказать. Ну ладно. 18 день месяца в юг и стужа 7525 лета и седмица по одному из старинных календарей. Захар Белинский и Арерат нам наш сказитель сегодняшний раскрывает тему, что такое эпилепсия и как лечиться. Переходим сразу к вопросам. В принципе я задаю тебе вопрос такой. Если ты хочешь что-то еще от себя рассказать, ты можешь рассказать. Если ты считаешь нужным продолжить отвечать на вопросы, то я буду задавать тебе вопросы. Давай продолжим отвечать на вопросы. А давай. Итак, вопрос от Олега из Иркутска. Могут ли быть причинами приобретенной эпилепсии воздействия обследования головного мозга на различном медицинском оборудовании? МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ и тому подобное. Благодарю. Олег, я тебя благодарю за вопрос. Я считаю, что все-таки не может быть причиной приобретенной эпилепсии. Вообще влияние, конечно, МРТ, КТ, ПЭТ на организм и УЗИ в том числе это, конечно, очень плохо оказывает вредное воздействие. Но к эпилепсии вряд ли это может привести. Если же... Нет, теоретически можно выстроить причинно-следственную связь, при которой может развиться эпилепсия. но разовое, допустим, если пройти разовое обследование, то я не думаю, что сразу это может вызвать приступ эпилепсии. Другим словом, можно сказать, что это может спровоцировать приступ эпилепсии, если уже к этому есть предпосылки. Спровоцировать, я думаю, может. Но само по себе явиться первоисточником приступа, я думаю, что вряд ли. Так. Идём дальше. По вопросам имеется в виду. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Мне как-то одна девушка врач сказала, что таблетками эпилепсию не вылечишь, потратишь кучу денег, а результата не добьёшься. Существует ли, по твоему мнению, арират, действенные медицинские препараты или народные средства, конкретно какие, посоветуешь в скобочках, для излечения этой болячки. То есть вопрос, можно ли таблетками вылечиться? И если можно, то какими? Если нет, то можно ли вылечиться народными средствами? И если можно, то какими? И если нет возможности, то вообще как вылечиться? Или так просто смириться и наслаждаться жизнью? Значит, что касается медпрепаратов, то я здесь не комментирую. Что касается, можно ли медикаментозными способами вылечиться от эпилепсии, И мне, допустим, такие случаи неизвестны. Что касается народной медицины, то здесь есть способы, при помощи которых можно избавиться от эпилепсии. Это прежде всего правка живота, правка опорно-двигательной системы, это фитотерапия и это гипоксия. Перезагрузка, скажем так. Использование этих методов в совокупности приводит к такому результату... А, еще, конечно, голодание. И лечебное голодание сюда же еще присовокупить. И использование этих методов по одиночке, или лучше всего в совокупности, оно дает такой результат, что человек забывает о том, что у него когда-то были приступы и тому подобное. Вот такой ответ. Вот как-то так. То есть, по сути, девушка-врач была права. Получается, таблетки могут как-то притормозить, может быть, отсрочить, но полностью погасить, как сказала доктор, скорее всего, не получится. Причем я не берусь сказать «можно, не можно», я всего лишь навсего отталкиваюсь от того, что написал наш слушатель Олег из Иркутска. И тоже как-то так комментировать особо не стремлюсь. Но не комментируя свою точку зрения, если высказывать, на мой взгляд, народные методы потому и народные методы, что они в народе появились. Естественно, что необходимо учитывать, что в определенное время кто-то или специально, или так получилось, но выбивали из народа мудрость и засеивали в него бесовщину. Алексей, можно секундочку, сразу же, пока не прошло ты по тексту дальше. Совершенно специально это проводилось. Ранее, вот в постреволюционные времена, и там, может быть, чуть дальше, неизвестны такие случаи, когда были репрессии на тех, кто занимался целительством, на тех, кто владел народными способами лечения. Когда развивалась молодая советская медицина, то всю альтернативную медицину, ее срубали на корню, отправляли в лагеря, уничтожали людей, кто этим занимался. Вот такое было в нашей истории. Это делалось целенаправленно абсолютно. Ты вот сейчас затронул тему, которая вообще, наверное, отдельного эфира стоит, потому что там все очень серьезно. Это, наверное, тема борьбы с древними нашими представлениями. Вот, и здесь, ну, к примеру, вот можно прям процитировать. Особой праведной строгостью отличался новгородский архиепископ Лука Жидята, живший в XI веке. Как отмечает летописец, «Сей мучитель резал голову и бороды, выжигал глаза, урезал язык, иных распинал и подвергал мучениям. Халупу Дудику, не угодившему чем-то своему феодалу, по приказанию Луки Жидяты, отрезали нос и обе руки». В летописи за 1227 год говорится о казни четырёх волхвов, которых сначала доставили на двор архиепископа, а затем предали огню. Ну и так далее. Здесь и про волховство, и про знахарство. Много что интересного рассказывается. Это называется книга по соборным уложениям, в которой была создана православная инквизиция на Руси, начиная с древних веков и заканчивая, в общем-то, уже достаточно близкими к нам. Вот там рассказывается, как и не только с инакомыслящими, что ещё можно понять, когда человек хулил, например, в Святое Писание или в церкви себя плохо вёл. Это я могу ещё понять. Это оскорбление. Из-за этого надо просто как-то наказывать человека. Да, вопросов нет. Но когда брались люди, которые исцеляли людей, то в этом случае, конечно, вопрос, зачем это всё делалось. Ну, к примеру, слово «злых дусеях» — это XII век написано, которое составлено метрополитом Кириллом. Также говорится о необходимости наказания ведьм и колдунов церковным судом. То есть это чисто инквизиционный подход или в уставе князя Владимира церковных судах. Видовство и чародельство и волхование отнесено к числу дел, которые разбирали судила православная церковь. То есть, друзья мои, судите сами, опять же, ничего не комментирую. Это всего лишь навсего то, что написано в соборных уложениях разных лет, то, что было в православной инквизиции. Так что когда… К чему это всё долгое такое… Долгая прелюдия? Когда были древние знания, тогда существовала так называемая народная медицина. Это знахарство или видовство, или волхование, или целительство. По-разному называли, в зависимости, что делал человек. Если он занимался волховством, это по одному. Если он знахарь был, это по-другому. Если целитель, по-третьему. То есть они делали каждое своё. А когда это стали убирать, то взамен, то есть это место пусто не бывает, стали появляться различные уже искажённые народные средства, которые больше, наверное, могли калечить, чем лечить. И вполне возможно, что отталкиваясь где-то порой от этих уже искажённых знаний, не исключая того, появлялись какие-то течения в так называемой официальной медицине. И много смертельных случаев, известных из книг, когда вот так называемые учёные просто на тот свет отправляли людей, которые особо-то и не страдали ничем. То есть придумывались болезни, потом придумывались лечения, прописывались какие-то препараты, которые, если вы посмотрите, из чего они были сделаны, то то, что сказал Арират по поводу употребления мокриц, это детский лепет мокрицы. Там гораздо всё покруче, поинтереснее было. Так что вот это всё надо учитывать, это всё надо понимать. И надо понимать то, что были разные времена, и народные средства, они не всегда помогают человеку излечиться от какой-то болезни. Вот это надо понимать. Поэтому включаем голову, включаем здравомыслие, точно так же, как и мы не должны отрицать, отрицать современные медицины. Потому что современная медицина во многом как спасительная получила очень хорошее развитие. Потому что многие медицинские учения вышли из военных действий. А военные действия требуют быстрого оперативного вмешательства для того, чтобы человек не погиб. Поэтому препараты и вмешательства были разработаны так, чтобы повреждённый орган или часть тела, или что-то ещё просто или удалить, или заблокировать, или что-то ещё сделать, чтобы человек хотя бы не мучился и остался жив. Вот современная медицина, на мой взгляд, имеет очень много отголосков от военной медицины. То есть хирург, не понимая иногда, от чего происходит та или иная болезнь, не может своему больному назначить курс лечения. Ему проще отрезать, ему проще вырезать, ему проще отскоблить вместо того, чтобы убрать причину. Но в некоторых случаях такое вмешательство необходимо. Поэтому давайте мы не будем кого-то ругать, не будем на кого-то пальцем указывать, а просто будем понимать, что в разных ситуациях нужны разные воздействия. Я правильно сказал? Ты и так уже всех поругал, а теперь говоришь, давайте не будем никого ругать. Как это? Я никого не ругал, не надо, не надо грязи в наши отношения. Я с медициной дружу, у меня много знакомых врачей, хорошие люди, между прочим. Я вообще ни к чему плохо не отношусь в этой жизни. Я считаю, что если это в жизни есть, это для чего-то надо. А раз для чего-то надо, значит, кому-то надо. Вопрос только, зачем и кому? Вот это вот самый главный вопрос. Так, ладно, идём дальше. Что-то как-то я разговаривался. Святослав пишет. Здравствуйте. Вопрос по карме и детям. Раньше я познавал тёмные, в кавычках, стороны жизни. Употреблял наркотики. Однажды пожелал измениться. Начал практиковать йогу и цигун. Мне теперь дали женщину с ребёнком. Мы прожили три года, а я значительно поменялся. Теперь ребёнок вырос. На моём примере. А девушка ушла. Мальчик тянется ко мне. Что делать, не могу понять. Понимаю по принципу ответственности. Подскажите. Прошу прощения, если не по теме. По принципу ответственности он понимает всё. Ну, хорошо. Что скажешь? Что могу сказать? Если ребёнок тянется, то можно отвечать взаимностью и помогать ребёнку, общаться с ним. Почему нет? А в отношениях с девушкой это уже ваше личное взаимодействие. Как у вас повернётся, это только вам решать. Но если ребёнок тянется, я уверен, что в любом случае нельзя его отталкивать. Что ещё можно ответить здесь? Да я не знаю. Может у тебя что-то есть ещё ответить? Или ты всё так это всё? Я всё сказал. Ну, по карме и детям, ну, конечно, то, что происходит в вашей жизни, это ваши обстоятельства. Возможно, следует их анализировать, учитывать, пытаться разбираться, почему так именно произошло. Вот. И каким-то образом, может быть, обратить внимание на свой внутренний мир. Что в нём происходит такого, что внешний мир, как зеркало, он вот таким образом выстраивается. Устраивается. Ну, ребёнок тянется, слава. Значит, нужно поддерживать с ним отношения, помогать ему развиваться, потому что у детей малых, которые тянутся к взрослым, у них очень много вопросов. Они хотят понимать многое. И, возможно, вы можете дать этому ребёнку то, что он хочет знать. Возможно, вы для него выступаете как пример. Он тянется к вам, как к мужчине, с которым можно брать пример. Вот. Я считаю, что целесообразно будет давать ему разумный, положительный пример. И не то, что рассказывать ему что-то. Вот. Делай раз, делай два. А ребёнок же в большей части не то, что не слушает. Он берёт пример с поступков мужчины. То есть, как мужчина поступает, ребёнок поступает точно так же. Берёт для себя это как за опыт, как за кальку, как референт на человека. Поэтому я думаю, что здесь целесообразно поступать по-мужски, поступать правильно, справедливо. И ребёнок, вы, вернее, то, что ребёнок, а вы несёте свой посильный, я думаю, ощутимый вклад в развитие и рост души этого человека, маленького мужчины. Вот, наверное, так, Алексей. Благодарю тебя за ответ. Идём дальше. Так. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Так официальная медицина появилась в результате царской семьи и народной медицины и науки. Виталий, благодарю за вопрос. Тут есть, конечно, некоторые нюансы. Вот та медицина, которая была у нас прежде, то есть, можно сказать, при царях в XVIII веке, она очень сильно переплеталась с народной медицинской мудростью, скажем так. Уже не буду говорить народная медицина, а народная медицинская мысль, скажем так. Народная мысль о здоровье. И в царские времена эту мысль использовали. Допустим, царские врачи, даже царские медсёстры, вот медсёстры в те времена, они все умели работать с животом. И царские врачи обдавливали живот, и медсёстры обдавливали живот. И таким образом, то есть, с животом они работали, они использовали травы активно очень, и для стерилизации, и для лечения, для чего угодно. То есть медицина того времени полностью переплеталась с народной медицинской мыслью. Современная медицина – это уже больше аллопеция, то есть это химикаты и воздействие химикатов на организм человека. Такой ответ. Ну что ж, ну что ж. Хорошо. И еще здесь у нас есть вопрос. От Жени Макаровой. Арират. Раз эпилепсия дается как урок, есть ли опыт не лечения таблетками, а только помощь при приступах? Каков тогда будет итог? Ведь таблетки не лечат, или это не гуманно, ни с какой стороны? Женя, я благодарю за вопрос. Значит, опыт не лечения таблетками есть. На одном из последних примеров мужчина, собственно говоря, он начал делать… Я ему сделал несколько раз гипоксию, потом он начал сам себе делать, супруга, кажется, ему начала делать. И вот при помощи гипоксии у него прекратились приступы. Вот без таблеток, без ничего, только на гипоксии. В других случаях там низ живота разминали, тоже гипоксию делали. Люди уходили от приступов. Несколько случаев было, когда девушки испытывали этот мудук, и достаточно активно так тоже, через гипоксию, через массаж живота тоже уходили от этих приступов. И, в принципе, возвращались к полноценной жизни. И примеров такого нелечения таблетками достаточно, хватает. И достаточно успешно все это происходит. Здесь также можно использовать пиявок еще. Пиявки тоже очень хорошо помогают для формирования образа здорового организма при таком гипоте, как эпилепсия. То есть пиявки улучшают и функцию работы желчного пузыря. Пиявки улучшают ситуацию с кровеносными сосудами в головном мозге, и внизу живота, и обладают своим по себе набором из более чем 500 биологически активных веществ, которые проникают поступать в наш организм, каждый из которых действует благодарно. В том числе пиявки можно ставить на такие зоны, чтобы напрямую воздействовать на головный мозг, на жидкостные среды головного мозга. Например, если внутренняя поверхность носа пиявки ставить, то через эти капиллярные сосуды секретственную железь медицинской пиявки попадет прямо в головный мозг. Если ставить пиявок вокруг ануса, то тоже там есть кровеносные сосуды, которые доставляют полезные вещества прямо в головной мозг. То есть способов, скажем так, немедицинского воздействия, оздоровительного воздействия на организм при помощи методов народной медицинской мысли, скажем так, их хватает. И таблетки пить в данном случае, я считаю, что их можно пить с той точки зрения, если человек хочет каким-то образом оперативно тут же сию минуту решить вопрос, чтобы приступ не наступил. Есть такие таблетки, я не помню, как они называются, но человек, который чувствует ауру, может принять такую таблетку, у него приступа не будет. С этой точки зрения, да. Но если человеку нужно освобождение от этого, я думаю, выздоровление, то есть таблетки ему не в помощь, здесь нужно заниматься регулировкой функциональных способностей организма. Когда функциональные способности организма будут выстроены, будут работать так, как они должны работать правильно, то никаких приступов у человека не будет. Потому что, опять же, на мой взгляд, вот эти эпилептические приступы, припадки, это защитная реакция нашего организма, вернее, определенная реакция организма на состояние системы органов. То есть случился где-то спазм, случился застой, поднялось внутричерепное давление, запустился механизм расслабления. Просто этот механизм выглядит вот таким образом, и для нас вроде бы непонятно, что с человеком происходит. Происходит, что подсознание наше более объемное, чем сознание, оно видит, что сознание, может быть, несколько глупо себя ведет, или само по себе сознание какое-то глупое. Оно его отключает и самостоятельно выравнивает то, что сознание уже допустило. Но потом опять уходит в тени, дает разды правления этим телом, словом сознания. И тело побежало, может быть, даже начало опять дальше усугублять ситуацию. Ну тогда уже, извините, как говорится. Алексей? Понятно. Ещё свежий вопрос пришёл в эфир от Михаила из Москвы. Арират, здравия тебе! Хочется помочь одному хорошему человеку. У него, когда резкая смена давления и изменение температуры, очень голова болит, бывает резь в глазах. Что ты можешь посоветовать? Благодарю. Благодарю за вопрос. Сейчас возьму минутку на формулировку ответа и отвечу. А давай тогда сделаем так. Я сейчас всё-таки попытаюсь поставить про звёзды Балканские. Хороша страна Болгария, да? Нашёл её в базе обновлённой. Может быть, она у нас сегодня прозвучит. И потом мы с тобой как раз продолжим. Ты ответишь на этот вопрос, уже собравшись с мыслями. Для слушателей Ютуба я, естественно, звук отключу, чтобы нас потом не обвинили в чём-либо нехорошем. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 18 день месяца в юг и стужа, 7525 лета, седмица. Что такое эпилепсия и как лечиться? Такова тема сегодняшнего живого эфира. Автор, соведущий, а по-настоящему сказитель Захар Белинский, Ари Рад, нам рассказывает об очень интересном. Я рад, что прозвучала наконец-то песня. Такая яркая, зажигательная времён Второй мировой войны. Великой Отечественной, если мы говорим со стороны Советского Союза, со стороны России и стран наших союзников. И как-то настроение так приподнялось. Чувствуется задор, чувствуется близкий конец какой-то тяжести и приближение к чему-то светлому. Ну, так или иначе, минутка прошла. Ари Рад, ты готов ответить на вопрос? Повторить его? Конечно, готов. Нет, повторять не надо. Ну, давай, для слушателей повторю всё-таки. Давай. Ари Рад, здравия тебе. Хочется помочь одному хорошему человеку. У него, когда резкая смена давления и изменение температуры, очень голова болит, бывает резь в глазах. Что ты можешь посоветовать? Благодарю тебя за ответ. Михаил из Москвы. Я тебя, Михаил, благодарю за вопрос. Давай начнём с чего? Что такое вообще давление? Почему оно возникает? Давление возникает всегда тогда, когда где-либо происходит сужение или спазм сосуда, его схлопывание, и организму необходимо протолкнуть кровь в этот спазмированный сосуд. Тогда организм нагнетает давление, сужая общее сосудистое русло по всему телу. Ну, как, сужая сосуды, давление поднимается, и кровь каким-то образом просачивается через спазмированный участок. Поэтому, как только мы где-то наблюдаем давление, если там вашего приятеля, оно поднимается, значит, где-то в каком-то месте в организме у него произошло слопывание или спазм сосудов. Прежде всего, для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо устранить вот эти все спазмы. Что здесь обычно бывает? Если это касается головной боли, а нет, вернее, я это чуть позже начну. Сейчас далее по поводу температуры. Когда у человека возникает температура, повышается температура тела, то, соответственно, кровь становится более густая. И крови самой по себе становится меньше, потому что при повышении температуры тела часть жидкости из крови уходит, человек не хотевает. кровь становится более густая и соответственно ей сложнее проходить по сосудам и так далее и кровеносной сердечно-сосудистой системе приходится прилагать больше усилий головной боль может возникать еще и из-за этого для того чтобы в этом случае головная боль проходила при температуре то здесь нужно снабжать организм большим количеством жидкости то есть обильное теплое питье можно даже с лимонным соком но оно должно быть обильным и насколько обильным регулировать его по цвету мочи то есть как только ваша моча не имела безцветной тогда прозрачной тогда можно в принципе констатировать то что жидкости в вашем организме достаточно пока еще ваша моча имеет цвет значит существует недостаток жидкости в организме это что касается температурного вопроса а той части где воду давления то здесь можно что сделать ну прежде всего размять шею размять шею начиная от верхних позвонков опускаясь там ниже к седьмому шейному позвонку размять плечо-лопаточную зону размять область почек вот таким образом наверное можно принять какие-то сосудорасширяющие травки средства вот эти вопросы самостоятельно допустим со своими пациентами я решаю как если приходит пациент и говорит там у меня головная боль я соответственно измеряю давление смотрю там еще кое-какие параметры при помощи пульсометра вот и достаточно часто делаю гипоксию после гипоксии давление снижается там буквально на там на 10 на 20 на 30 пунктов в смысле десятков пришел было 150 одна одна гипоксия вторая гипоксия у него давление 120 голова уже не болит гипоксия что делает она расслабляет человека тем самым расслабляются вот эти вот спазмы сосудов уходят и соответственно вместе с ними уходит давление вот я а что могу посоветовать здесь вашему хорошему человеку я все-таки вам рекомендовал найти специалиста который может на месте вас осмотреть и понять в чем же причина то есть где у вас что схлопывается то ли это почечное давление то ли это там шея то ли это сосуды головного мозга там и так далее чтобы он диагностировал и определил когда это будет уже понятно в каком именно месте где происходит спазм из-за чего он происходит потому что это тоже можно определить и тогда уже целенаправленно воздействовать ну а как общие рекомендации то это вот разминать шею вот это разминать область почек можно со стороны спины можно использовать там даже банки можно разминать со стороны живота можно делать какие-то вибрационные массажи можно делать растрясание вот как в русской традиции старое есть ложению всегда предшествовало растрясание и вот так вот человека растрясаете, растрясаете и вот это растрясание уже может дать снятие спазма со всего тела Наверное, так можно ответить. То есть трясём, пьём и следим за своим состоянием мыслей, чтобы они были светлые, добрые, расслабленно. Не напрягаемся. Вопрос в эфир от Владимира Замотевича. Арират, от головной боли что можно применять? Что можно принять от головной боли? Так, наверное, надо задать вопрос, а какого плана головная боль? Как она возникает? Потому что сейчас как-то советуешь что-нибудь, а кажется, что это головная боль другого плана, по-другому происходит. Ну, можно подышать. Если прямо уже совсем головная боль, можно использовать какое-то глубокое йоговское дыхание. Живот поразминать можно себе, можно шею поразминать. Можно пойти прогуляться свежим воздухом, подышать. Какая-то двигательная активность, что-то еще. Но в любом случае пить таблетки от головной боли ни в коем случае, потому что потребление таблеток от головной боли ведет к тому, что сосуд окончательно сжимается, и кровь не поступает в какие-то области нашего организма. Если это головной мозг, то мы получаем инсульт. Поэтому ни в коем случае я не рекомендую потребление таблеток. А если уж болит голова, то своими силами попробуйте как-то вот это убрать, либо шею размять, либо, допустим, там, донник желтый, там, может быть, там, валерьяны принять, такое что-то расслабляющее, может быть, мяты, может быть, мелисы, чтобы снять напряжение с тела. Если не получается, то уже обратитесь к специалисту, чтобы понять, в чем причина, и тогда уже с этой причиной работайте. Я думаю, что здесь надо еще так немножечко уточнить, что происходит, когда человек применяет таблетки то от понижения давления, то от повышения давления. И очень часто это еще связано, когда есть головная боль. Вот представьте себе, к примеру, где-то в организме есть какая-то проблема. Кровь не может туда пробиться. Сердце работает с повышенной активностью, гонит туда кровь. Клеточки оттуда кричат. У нас проблема, мы задыхаемся, мы все в фекалиях. Срочно, срочно, СОС, спасите наши души, вывозите фекалии, давайте новую порцию мороженого, давайте новую порцию кислорода, заберите от нас то, что уже не нужно. Но по каким-то причинам в оконечнике сосуды, которые эти клеточки связаны, а может быть и не в оконечнике, а может сосудики уже побольше, уже не в капиллярчике, а даже еще побольше, происходит какая-то закупорка. То ли что-то там передавило снаружи, то ли жирка многовато, холестериновая внутренняя пробочка образовалась, то ли еще что. И вот сердце, отвечая на запросы мозга, который отвечает на запросы клеточек, гонит туда кровь. Естественно, что оно не может только десяти клеткам или тысячи клеткам это поставить, оно гонит по всему вот этому большому участку. И туда может попадать и мозг головной, туда может попадать и печень, туда может попадать почки, что угодно. Вот где находится, откуда сос идет, в ту сторону и гонит. Человек, естественно, чувствует там повышение давления артериального, он плохо ему, он принимает таблетку. Таблетка начинает действовать не сразу. Происходит какой-то момент успокоения, расслабления, таблетка вполне возможно что-то там подействовала, принудительно, принудительно понизила тонус сердца, кровь туда теперь не гонится, мозг заблокировался, он не дает команды сердцу или сердце там мышцу как-то тонус уменьшили. Здесь надо варианты смотреть. Клетки все равно помирают, потому что крови они не получили, потому что фекалиях они утонули там и так далее. Эти клетки умирают, ладно. Но таблетка-то продолжает действовать. И наступает тот момент, когда наоборот необходимо подать куда-то там давление уже в норме, а давление уже понижено. И человек тогда через какое-то время начинает употреблять, наоборот, для повышения давления таблетку. И вот так он такой пинг-понг сам своим телом играет постоянно. Сегодня он на повышение, завтра на понижение, потом послезавтра на повышение, на понижение. Потом это доходит до следующего. Утром там на повышение он не может встать с постели, вечером на понижение не может заснуть. То же самое с головной болью, то же самое со всеми другими делами. И чем чаще человек употребляет таблетки, тем накопления этого вещества в организме больше. И оно себя уже ведёт непредсказуемо. Оно может выделяться, оно может блокировать какие-то участки тела, оно может из этих участков тела выделяться ни с того ни с сего, оно может блокировать железы, внутренние секреции. То есть там вариантов взаимодействия с этим веществом огромное количество. И куда оно выстрелит, и когда выстрелит, ну, наверное, уже никто из врачей вам не скажет. Поэтому ради богов, ради вашего здоровья постарайтесь это осознать, постарайтесь не употреблять таблетки тогда, когда есть другие способы решения проблемы. Естественное решение всегда идёт во благо, искусственное решение всегда идёт во вред. И чем чаще вы к искусственному прибегаете, тем больше вреда вы получаете. Ну, наверное, как-то вот так. Идём дальше? Идём дальше. И ещё вопрос от Владимира Изматича. Арират, при недостатке жидкости организм может перерабатывать жир в воду? Ой, Владимир, спасибо за вопрос. Я думаю, что не может. Вот как-то так. Категорично. Я думаю, что не может. Но так, по химической структуре, тот жир, который у нас есть в организме, он не похож на воду, как мне кажется. И перерабатывать из неё, превращаясь в жир в воду, я думаю, нет. Но по всем законам жир расщепляется на энергию в воду, как нам говорят, как нас учат великая наука. Ну, не знаю. А вдруг при движении, вдруг столько этого запаса, вдруг столько этого жира, что делать организму нечего, и он там перерабатывает воду, а на, получай. То есть, не пей, дружище. Будь жирным. Как это верблюды в горбеже носят воду, нормально, там же не вода. Распоришь, там воды-то нету. Но горб-то есть, как верблюд напивается. Увеличивание. Значит, где-то там что-то хранится. Ты знаешь, какая ситуация эта? Вот, не знаю, там, может быть, у верблюда там что-то происходит. Возможно, где-то здесь какая-то неосведомлённость моя есть. Но я знаю точно, что для того, чтобы похудеть, сбросить лишний вес, нужно обязательно употреблять большое количество жидкости. Вот. Ну, тут вот эти параллели проводить. Наверное, об этом больше скажет какой-то нутрициолог, там ещё кто-то, кто прям занимается этими клетками и всем остальным химическими процессами. Ну, я... Ты вот сказал, что там жира спадается на что-то и на воду. Ну, не знаю, там, как это происходит, честно говоря. Но суть вопроса, я так думаю, в том, что можно ли человеку, имеющему жир, не пить воды, потому что у него жир и так там будет распадаться на воду, и типа всё будет хорошо. И я думаю, что вот не будет распадаться ни на такую воду, и воду, собственно говоря, в ваш организм в достаточном количестве от этого не получит. Наверное, так. Если есть желание услышать моё мнение ещё дополнительно, я его поделюсь. Конечно, есть желание. Дело вот в чём. Помимо накопления энергии, что свойственно многим организмам, млекопитающим особенно, и не только, есть ещё и птички, которые там жируют, накопление жира имеется в виду, чтобы, например, сделать запасы вот эти как раз энергетические на зиму, на какие-то неблагоприятные условия, организм запасает ещё одновременно и жидкость. Поэтому, когда происходит распадание жира, то происходит, естественно, выделение воды. Но здесь надо учитывать следующее, что да, в жире хранится энергия и вода, и что-то там ещё помимо этого, но надо понимать следующее. Часто организм запасает в каком-то веществе сразу несколько составляющих, например, в жире, энергию и воду. И он запасает это на тот случай, если вдруг будет мало энергии и мало воды. И тот человек, который не употребляет воду, очень часто страдает от того, что у него излишний вес увеличивается. То есть он не употребляет достаточное количество воды, организм получает сигнал «воды мало, воды мало», а таз-атаз, срочно-срочно-срочно надо её накапливать. А как накапливать? Воды-то нет в организме. А если есть, она уже или отравлена, или кем-то уже занята. И поэтому он просто-напросто выбирает из пищи и быстренько-быстренько-быстренько откладывает в тех местах, где это можно отложить. И требует мозг ещё от человека что-то кушать постоянно. И казалось бы, вот я сейчас встречал людей, говорят, да я практически ничего не ем, но как на дрожжах пухну. Я спрашиваю, а воды сколько ты пьёшь? И он отвечает, да воды как-то мало пью. И говорю, ну вот потому и как на дрожжах и растёшь. Ты дай организму понять, что воды в достатке. И не просто воды, а воды качественной, воды чистой, с нужным количеством минералов, ни ниже, ни выше, с нужным количеством щёлочно-кислотного состава, то есть PH, то, что называют, больше 7,5, там где-нибудь вот так, до восьмёрочки. И организм через какое-то время, не сразу, потому что это ломка программы происходит, через какое-то время он поймёт, что воды избыток хранить это не надо. И просто-напросто излишки жидкости, которые в жире, в частности, содержатся, будут выделяться. Вот как-то так. То есть одно с другим связано. Кое-откуда ноги выдернешь, а из глаз слеза пойдёт. Так, идём дальше. Реплика в эфир. Клетки можно восстанавливать с помощью белка. Точка. Что ты скажешь на эту реплику? Ну, ты знаешь, честно говоря, тут вопрос, какие клетки, при помощи какого белка, восстанавливать с какого состояния. Ну, на самом деле, честно говоря, неинтересно отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, никто называл. Это реплика, это даже не вопрос. Это просто реплика. Реплика, ну, это достаточно такая пространная реплика. Какие клетки, клетки чего, какими белками. А вдруг мозг? Представляешь, мозг, как раз белок съел. Мозг, нервная система, кровеносная система. Непонятно, какие клетки, непонятно, при помощи какого белка. И вообще, собственно говоря, тема-то особо у нас не по поводу этого. Как бы не химик я, да, не микробиолог. Не будем, да, не будем углубляться в эту тему. Не будем, всё, понятно. Такие реплики просим в наш эфир, такие оскорблительные реплики в наш эфир просим не употреблять в нашу сторону. Из ютубовского чата сообщение Татьяна Болдри задаёт здравие. А вы знакомы с трудами Б. Болотова? Болотова, да, знаком. Это извечная ситуация, когда болотовцы говорят, что нужно закисляться, остальные говорят, что нужно защелачиваться. И об этой ситуации мы уже... Не мы уже, а я уже... И здесь мы в эфире говорили. И вообще так с пациентами, и с друзьями разговаривали. И те, и те говорят об одном и том же. Просто терминологию Болотов использовал на основании того, что употреблять кислоты, тем самым организм будет становиться здоровее. Но вы же понимаете, что употребление, допустим, лимонной уксусной кислоты, они, попадая в организм, превращаются в щёлочь. Это вот с тобой, Алексей, когда как-то в одном из первых наших эфиров, когда рассуждали о свойствах щелочей, да-да-да, здесь уточнение, обязательно уточнение сейчас нужно произнести. Натуральные, натуральные кислоты, не вот эти вот суррогатые и химические, искусственные, а натуральные. Лимонная кислота, грейпфруктовый сок, другие, и уксус естественного происхождения. Вот это в организм, когда попадает, вызывает щелочную реакцию. Искусственную соляную кислоту туда вы можете заливать, вы получите другой эффект. Вы можете искусственный уксус заливать, другой эффект. Искусственную кислоту лимонную, тоже другой эффект. Как только в соках или кислотах, произведённых из натуральных соков, естественным образом присутствуют ещё энзимы, организм даёт правильную реакцию. Если энзимов нет, и там только составляющая формула кислоты и какая-то добавка, например, ароматизатор, вы получите эффект разрушающий. Вот это мы с тобой как раз на это пальцем тыкали в одном из эфиров, и даже не в одном, мне кажется. Да, говорили об этом. Поэтому тут противоречия никакого нет между той концепцией, о которой я говорю, и постулатами Болотова. Вообще никакого противоречия нет, всё подтверждается, и мы говорим об одном и том же. Единственное, что, опять же, надо учитывать особенности своего организма. Всегда и во всём. Кто бы вам ни говорил, какая бы звезда с неба не спустилась и вам ни нашептала, что вот есть такая методика. Методика есть, замечательно, но в каждой методике есть исключение. Каждый человек, и вы в частности, и индивидуальны. Если вы про это забываете, то в этом случае вы будете себя разрушать, какая бы великолепная методика ни была. Как только вы вспоминаете, что вы индивидуально, в этом случае вы сможете через осмысление применять эту методику правильно, как она должна быть. Вот это очень и очень важно. Учитывайте все тонкости, все нюансы того, чем вы занимаетесь, а не просто бросайтесь, закрыв глаза, да в омут. Ну, как-то так. Ну что, будем заканчивать сегодняшний наш эфир? Давай будем заканчивать. Стало время закончить. Да, что-то в заключении. Давай такое доброе, светлое, хорошее, как всегда по нашей устоявшейся традиции, чтобы душа развернулась, и сказали, как же, черт, как же хорошо жить на свете. Давай. Дорогие радиослушатели, я прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы присутствовали, за то, что помогали нам, за то, что задавали вопросы. Мне всегда радостно получать отклик на то, что мы здесь делаем с Алексеем. Вот, ведем вот этот эфир, вы слушаете, задаете вопросы, значит, кому-то это нужно, вот, чем-то, хоть малостью какой-то, мы вам можем помогать. Это замечательно. Вот, ради этого уже стоит, скажем так, жить, творить, бороться, и от себя хотел бы пожелать всем такие вещи. Вот, мы недавно с Алексеем разговаривали, и разговаривали, там, затронули краем разговора ясновидения, и вот, я хотел бы пожелать всем, чтобы каждый из нас, из вас, мы все вместе обретали ясно мысли и ясно житие, то есть, чтобы все мы с вами жили ясно, понимающе, осознанно, вот, и мыслили. А вернее сказать, наверное, вот, ясно житие выходит из ясномыслия, то есть, человек, когда ясно мыслит, то и все остальные ясные возможности и способности, они у него вытекают естественным образом. Мыслит ясно человек, и живет он ясно, осознанно, понимающий, где и что. И вот, желаю добра, желаю ясномыслия и ясно жития. Обнимаю всех, всех благ. Благодарю тебя. То есть, другими словами, становитесь ясно глазами, ясно мыслительными, а значит, ясно головами и, в конце концов, ясно ухими, чтобы правильно все слышать, видеть, мыслить и делать. Держите руки в чистоте, ну, а дальше по-суворовски, где там чего надо держать, надеюсь, все помнят. Ну, что ж, мне остается только от себя добавить, что сегодня по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года, вторник, по одному из старинных 18-й день месяца в Югусту уже 7525-го лета, седьмится. Мы говорили для тех, кто еще только подключился к нам, потому что вопросы продолжаются, а о чем эфир? Так вот, о чем эфир? Эфир у нас о том, что такое эпилепсия и как лечиться, но он уже заканчивается, и, наверное, в записи вам придется послушать, если эта тема вас интересует. Автор, сказитель у нас сегодня был Захар Белинский, Арират, помогал ему Алексей Орлов. Помогал? Я желаю… Ты не шромничаешь, так. Я желаю вам, не мешай, я желаю вам всем самого всего доброго и наилучшего. Будьте счастливы, друзья мои. До новых встреч. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова